Итак, Албания, не путать с Албанией. Там же прикол в чем? У них там при советах, когда Югославия была и вот это все, у них там был свой великий вождь. Блин, я все забываю, фамилию его. Да, сейчас Илья мне подскажет. Энвер Хаджа его звали. Союз пошел не по тому пути, они плохие коммунисты, неправильные, с ними дружить больше не будем. О, Мао, Мао, дай денег. Потом он дружил с Маоистами и в конце концов его послали все. У них произошел Майдан, его свергли. Но когда Хаджа был властью, в Албании, конечно, была жесть. Он там приказал построить, по-моему, 700 с копейками бункеров по всей стране. То есть каждый житель страны обязан был какое-то время проводить на постройке бункеров. Там вся страна тыкана бетоном бункерами. Я покажу на фотографиях, это прямо видно. Ты едешь по горам, по полям. Бункер, 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 бункер. На случай того, что если все обиженные, прокинутые бывшие друзья товарища Хаджи вдруг решат долбануть по маленькой Нагорной Албании, то вот у нас тут куча бункеров. Мы все в бункере спрячемся и выжим. У них там были жесткие репрессии, у них там была своя тайная полиция. Тоже буду показывать фото, вспомню название, потому что я фоткал их музей. Это не штази, не германская тайная полиция, но что-то по репрессивным функциям, что-то максимально близкое. Вот. И у них при Хадже в стране была нищета полная. То есть владеть там домами, машинами можно было только членом компартии. Кстати, поэтому в Алмании очень хорошо с велосипедной инфраструктурой. И в целом страна была бедная. Мягко говоря, бедная. Очень бедная. Потом они свергли своего диктатора в начале 90-х. И в них начала массово вкладывать деньги Европа, Евросоюз. И за счет этого Албания, особенно за последние годы, очень сильно прокачалась. Очень сильно. Потому что у них есть море адриатическое, у них есть офигенные пляжи, у них есть горы, у них есть древние города. У них вообще с интересностью страны для туристов все прям отлично. Они в 2022 году хотели запускать в стране три новых аэропорта. У них один сейчас в Тиране, в столице. Но они планировали запустить еще три. Настолько у них хорошо с туризмом. И я об этом всем не знал. Когда только собирался в Албанию, я до этого был в Македонии, в Северной. И мы как думали? Мы думали, ну, Албания, наверное, какая-то жопка мира, поэтому мы там потусим, может, недельку и дальше в Черногорию. Потому что Албания, наверное, не очень интересная, не очень приятная для жизни страна. Там вот это вот цыгане, это все. Оказалось, вот вы видите на фотографии, значит, город Тирамо, столицу Албании. Мы вот приехали в первый вечер, пошли, сняли домик. Домик с кухней, там, две комнаты с кондером, все. 27 баксов, кажется, за ночь, что в Азии в целом норм, а по европейским меркам это дешево. Для Европы это реально дешево. И пошли первый вечер гулять, и тут вот такое. А это местные деньги. Кстати, интересный факт. Сами албанцы и Албания, они сами себя не называют Албания. Страна вообще называется Шкиперия. Шкиперия, а народ Шкиперии что-то там. У них просто очень своя культура, очень свой язык. Я пытался нагуглить, но исследователи сходятся в том, что хрен его, откуда они такие нарисовали. То есть какая-то своя народность, которая давным-давно откуда-то прикочевала туда, вот между гор, в горы, построилась и живет. У них свой язык, не похожий вообще на средние языки. То есть вот есть там Северная Македония, есть Черногория, Сербия, у которых похожий язык. Сбоку есть Греция, у которых свой греческий. А македонский, албанский язык, он вообще не похож ни на греческий, ни на сербский, ни на вообще ни на какой язык. Вот так вот он выглядит, пишется. Собственно, банк Шкиперии. В самой Албании слово Албания не встречается. Шкиперия. Местные деньги называются леки. Тоже банкноты пластиковые, как сейчас много где. Вот. Вот так выглядит спальный район Тираны. Невысокая застройка. Что они сделали? Они для оживления видов. Они покрасили дома. У них тоже есть панельки. Покажу. Но они интересно выкрутились, они их раскрасили. Везде, прям везде, везде, везде велодорожки. С Тирана это город пробок. Если будете в Албании, я крайне не советую в Тиране брать авто на прокат. Потому что вы будете стоять. Я из дома до автовокзала 5 километров, 5-6 километров, проезжал на такси в среднем часа за полтора-два. Потому что Тирана город пробок. Потому что при Хадже автомобили были не особо странены. Значит, дороги узкие. Но зато везде есть дорожка для велов, светофоры для велов, специальные столбики на перекрестках, чтобы велосипедист мог там рукой подержаться, ногой береться. В основном население продвигалось на велах, когда нельзя было машины. А сейчас можно. Все покупали машины, потому что Албания страна мерседесов. Туда гонят очень дешевые БУ Мерсы из Германии. Поэтому большинство автомобилей там белые мерседесы. Они дешевые, всех покупают. Поэтому пробки нереальные в столице. Это, кстати, январь месяц. Албанский январь. Вот он, главный бункер страны. Бункер Энвера Хаджи, в котором сейчас сделали очень крутой музей. Я сфоткал сначала вход, потом через пару дней уже пошел в сам музей. Потом вернемся к этому музею. Вот Тирана. Очень хороший город. Мне прям зашел, зашел. Он недорогой. Там много доступного хорошего жилья. Новый жилищный фонд. Потому что у них было же землетрясение сильное в 16-м. И после землетрясения город где-то на треть, наверное, строился с нуля. Очень много заведений. Кафе, бары, клубы. Вкусная, отличная кухня. Очень-очень-очень вкусный, хороший кофе на каждом углу. У них кофейная культура на высоте. Как у турков. Я думаю, что от турков они и позаимствовали. И кофе, хороший кофе, который варят, они растворили из клинящей, один-два доллара стоит. Центр Тираны. Новостроечки кое-где такие, свечечки есть интересные. Да, Албания мусульманская страна. Там есть мечети. При этом там есть еще христиане, там есть иудеи, но немного. Это памятник главному нацгерою. Товарищ Скандербей, он же Скандербег. Чувак был янычаром у османов, то есть его отдали в детстве османам-туркам в янычарство. Он там служил султану, прокачивал воинское мастерство, а потом сбежал, возглавил свой народ в борьбе против османов. То есть он у них научился, их тактики, стратегии и особенности введения боя, а потом своих поднял на восстание. Тиранские улочки. Ничего особенного, да, ничего выдающегося. Просто уютно, приятно. Панельки, самые обычные панельки, просто покрашенные. Это центральный рынок местный. Даже написано Гранд Пазар. Пазар это по-местному. Много слов из турецкого. Язык не похож в целом, но много слов заимствованных проскакивает. Типичный спальный микрорайончик. Я, кстати, пытался учить немножко албанский. Я в любой стране стараюсь выучить хотя бы там. Здрасте, спасибо, до свидания. Но спасибо на албанском фаламендарит. Это я запомнил. Другие слова я не осилил. Центр. Компактненький есть город. Ну, километра три на три, наверное. Небольшой вообще. Да, Илья, я тебя вижу. Ага. А как у них в плане, у самих албанцев с знанием иностранных языков все-таки бывшая соц. страна? Так что проблемы должны быть абсолютно такие же, нет? На каком языке? Нормально там, нормально? Хватает английского для того, чтобы жить в этой стране? Это самый высокий уровень знания английского по всем Балканам, что я встречал. Возможно, в Греции еще такое же. Мне говорили, что в Греции так же. Но из тех стран балканских, что я был, в Албании лучше всего. У них учат английский параллельно с албанским в школе. И с ингушевым расслуживает ощущение, что просто все в той или иной степени говорят на английском. То есть прям очень хорошо. Меня приятно удивило. Велосипедная инфраструктура просто. Я когда бываю в стране с хорошей велоинфраструктурой, у меня просыпается такое, знаете, такое чувство. Чувство харьковчанина, который в Харькове пытался ездить на Виэле. Харьковчане поймут. А там с этим хорошо. Эх, хорошо. Вместный какой-то воевод очередной. Вот мне понравилось. Это вот эта штука архитектурная. Не помню, как называется. Ротонда, не ротонда. В общем, это надгробие какой-то древней османской гребницы. И застройка в центре довольно плотная. Построили новую высотку. Но чтобы не сдвигать там никуда эту штуку, сделали вот такой свод. То есть это, по-моему, это Хилтон. То ли Хилтон, то ли какой-то центральный другой отель. И гробничка османская над ней нависает. Мне кажется, это клевое решение. Смотрите, красиво. Переходы везде разноцветные. Не просто белая зебра на сером асфальте, а везде вот такие цветные. Они добавили в город красок. Дома, улицы, переходы. И это так радует глаз. Вот домики такие в итальянском стиле. Желтенькие. Местная церква. Кстати, много церквей Святой Матери Терезы. Хотя на самом деле мать Тереза из Северной Македонии. Но они с албанцами спорят, чья на самом деле мать Тереза. Албанка или македонка. Вообще родилась на Северной Македонии. Но деятельность в основном в Албании. Это самый-самый центр. Площадь Скандербея. И вот райончик, в котором я жил. До центра это минут 20 пешим ходом. Очень хорошо с табаком. В Албании выращивают свой табак. В основном для самокруток и для трубок. И на рынке продаются такие брикеты. Килограммовая табака. Совершенно копеечная. Табак абсолютно потрясающий. Очень ароматный, очень вкусный. Кайф. И да, дешевые табачные изделия. Дешевая винишка. Очень дешевая. Вот типичный, не знаю, Харьков, Киев, Одесса. Постройки. Но при этом цветные домики. Очень много, кстати, в Албании. Они гордятся тем, что они не используют ГМО-продукты. И в принципе, вот у них все фрукты, овощи, они органические. Суперорганические. Там говорят, выращивают без пестицидов. Я в это не верю в современном мире. Но они так говорят. И очень много вот таких органик-маркетов. Очень много рынков с зеленью, с овощами, фруктами. И фрукты, овощи действительно отбывают. В какой-то стране они пластиковые совершенно. В Албании вкусные. Вкусные, хорошие. Ну и ценник очень приятный. Хмурое январское утро. Вот этот музей. Центральный бюк-арт, который в главном бункере. Это музей революции, музей репрессий, музей шпионажа. Там бункер, он метров на 100-150 протягивается под центром. И вот ты по нему идешь, заходишь. Там еще сирена воет. Постоянно сирена. Выстрелы. Собаки гавкают. То есть звуковое спреждение такое жутенькое. Очень жутенькое. И вот стенды воярки еще Первой мировой. Да. Все оружие разряжено. Если что. Это вдруг тебе придет в голову там мушки этих со стены снять и пострелять. Но нет. А форма, кстати, очень похожа на турецкую. Военная форма. Боевые собачки, которых на людей натаскивали кидаться. Ну вот. На экране идет фильм про протесты 91-го года. Люди выходили, покрышки жгли, автозаки переворачивали. Их вот такие вот космонавтики всячески подавляли. Космонавты в стегонках. Это полиция. Это списки репрессированных. Кого в тюрьму, кого расстреляли. Одна комната полностью в таких вот списочках. Вещи, в которых были заключенные. Экспозиция называется «Шпионаж». Вот комнатка слева, жилая. И комната справа, в которой сидели шпионы. И вот тут микрофончик в стене вмонтированный. С записывающим устройством. Выше. Камера. Опять же, в стеночку направленная. Там, говорят, шпионаж тотальный велся почти за каждым. Ну, как штази. Как штази, только не штази. Это в том же бункере. Комната замполита. Полицейская снаряда. Крутой музей, но жуткий. Жуткий, но крутой. Я считаю, что такие места стоит ходить, если позволяет психика, да, чтобы понимать, как не нужно делать вообще. Какие режимы не нужно воспитывать. Это современное искусство. Кажется, эта инсталляция называется режим. Это какого-то местного современного скульптора. То ли режим, то ли диктатор называется эта инсталляция. А это уже снаружи. Прямо на бункере. Вот справа вход в бункер. Он идет по дуге. И слева выход из него. Не маленький. В Тиране два таких бункерных музея. Но просто один в центре, другой на окраине. И до окраины... Ну, не на окраине, а даже за городом немножко. Не было лень туда ехать. Погодка так. Насчет ехать в Албании очень странно с междугородным транспортом. У них нет автовокзалов. То есть у них, в принципе, во всей стране нет автовокзалов. Автобусы стоят вот на площадях возле рынков. Ну, как вот у нас в 90-е было, а у меня в родном Луганске и, наверное, до нулях десятых. Просто есть точки, на которых кучкуются маршрутки частные, бомбилы. И вот этих точек в столице три или четыре. И это такой квест узнать, из какой точки тебе куда-то ехать. На английском ты этого не нагуглишь. Сайты на местном. Только узнавать о местах. Вот из какой точки. И от какого рынка отправляется автобус в нужный тебе городок. Это наследие. Понятно, чье. Понятно, кого. Понятно, откуда. Тут не нужно быть на таком истории. Национальный музей. Но он был на реконструкции, когда я был. Январь. Албания. Свежая клубничка. Фото для инсты. Вот типичнейший такой сталинский ампир это называется. Стиль архитектурный. Но покрашенный. Покрашенный уже смотрится оптимистичнее. Наследие, конечно, проскакивает. Вижу, включаю. Не знаю. Это личное мнение выглядит как покрашенный сталинский ампир. Ну, то есть сильно менее мрачно не стало. Но, на мой взгляд, все-таки, знаешь, уровень мрачности чуть-чуть-чуть-чуть опустился. На полширочки. Вот такое субъективное. Да, вижу. Ага, говори. Мое субъективное мнение. Просто сталинский ампир предполагал, что такие здания красятся в желтый цвет. А тут покрасили в оранжевый, то есть в более темный. То есть стало еще более мрачно, по-моему, чем было. Окей. Вот этот район, райончик, называется блок, блоку на местном. И во времена Хаджи это был закрытый район. То есть там по периметру была стена, стояли пулеметчики, и туда можно было входить только членам партии. Там, собственно, жили высшие партийные чины, а простым смертным туда было нельзя. Сейчас это самый такой, самый хипстерский, самый лакши район всей Тираны. Там больше всего магазинов и кафе. Я по нему гулял. Но вот до 91-го туда вообще нельзя было заходить простым смертным. Немаленький район, наверное, улицы 4х4. Инфраструктура. Велосипедная инфраструктура. Велосипедисты поплачь, чем вместе со мной. С этих дорожек, прозвязок. Это дом Энвера Хаджи. Вот того самого диктатора албанского. Вот он здесь жил. Внутрь не пускают. Внутрь сейчас какое-то госучреждение. Ну, посмотреть на него можно со стороны. Ага, вижу. Мы как раз переходим от Тираны дальше. Включил. А вот если даже в Камбодже на столе лидируют по полпоту. В Албании это есть те, которые говорят, что при Хадже порядочек был. Конечно. Посмотрю, особняк у него достаточно скромный, так что они тоже, наверное, рассуждать могут, что вот, нынешние живут в виллах, а тут всего-навсего было и так далее. Есть, есть, есть. Я с одним дедушкой-сторожем там пообщался немножко, он такой, эх, при Хадже порядок был. Мне кажется, это общая черта, знаешь, для пенсионеров большинства стран мира. Да, включил. Я немножечко хочу, как бы, Илье дополнить. Да, особнячок скромненький, но в той же Италии, допустим, понятие вилла, ну, как сказать, я в Харькове видела круче домики. Обычные себе домики, которые покруче того, что в той же Италии называется громким словом вилла. Слушай, ну, вилла, это слово нарицательное, это переводится как дача. Да, дача, это фазендер. Я имею в виду виллы, которые относятся к различного рода селебрити и прочих политических деятелей. Потому что они выделываются. Ну, это химияжная история, что англичане вынуждены были добавить, помимо слова cottage, в английский язык слово cottage, которое обозначает, собственно, то, что подостроили приехавшие олигархи из России, из других стран бывшего СССР у себя в Лондоне. Они это просто тоже коттеджами называли, просто у них коттедж изначально это домик, а вот эти вот дома они теперь называют cottage. дальше по-другому пишутся. Понял, не знал, спасибо. Забавно. А вот это я поехал в городок Берат. Это, если будете в Албании, и если будет выбор какое-нибудь одно место, то я советую Берат. Берат это, ой, городу 2000 лет, короче. Чуть меньше 2000 лет. Там сначала римляне пробегали, понастроили, потом турки пробегали, понастроили. Там город такой на двух берегах реки. Это новострои с краешку, а сам город выглядит и так. И это жилой город. В этом живут люди, в этом сдаются дома, дома, комнаты. Но, кстати, жить там в январе начали фреля. На фото мне все завидовали. Вау, там такой каменный дом, старинный, красивый, но как же там, ребята, холодно. Отопления цивилизованного у них нет, как и в большинстве стран Европы, как, например, в той же Италии, да, потому что зима, ну, что там то из зимы. Я вот был в начале февраля уже здесь в Бираде и попал на самый холодный сезон. Местные говорили, давно таких холодов не было, плюс 7. Плюс 7 это такие серьезные морозы, но один маленький интересный нюанс влажность. Высокая влажность и в каменном доме с каменными стенами, каменным полом, каменной крышей, эти плюс 7. Поэтому в Албании везде, вот везде, где я был, везде просто не с подогревом. Просто не с подогревом, это такой кайф, ребята. О, включаешь, и тебе жопу греет. Красота. Так вот, Бирад. Город Бирад, он маленький, с его прижеланием можно обойти и оббежать обход конца день. Но, как по мне, стоит там пару-колько дней просто пожить, погулять, просто, чтобы покайфовать, чтобы не пробежаться по всем чекпоинтам, а просто покайфовать от вот этого прекрасного городка. Там можно на гору залезть, на горе крепость. Я бы доподнимался. Вот такие вот арки. Эта арка, кажется, венецианская, если мне не изменяет память. сохранилась с хрен знает каких времен. Вот такой городок, там куча улочек, узкие, маленькие, мощенные улочки, ты по ним гуляешь и каждый раз находишь новую улицу, новый ракурс, новые красивые виды. Вот эта вот гора прекрасная на фоне. Очень красиво. Домики называются Кулия. Дома башни, Мне кажется, даже по фото видно, что это офигительная древность. Вот это вид с балкона, гистхауса, где я комнату снимал. А это хозяйская собачка. Алмансы, кстати, мега гостеприимные ребята. Вот я в четырех городах жил, и везде, ну такое, ты как дома. Даже если в стоимость жилья на букинге бронируешь, там не написано, что в ходе завтрак, все равно тебе завтрак приготовят. Хотя бы там какой-нибудь, я не знаю, яичнику, лепешки, мясо, ну вот там принесут, за стол усадят, с семьей посидеть, винишко пахнут. То есть у меня впечатление, как это супер гостеприимного народа. Хозяйская кухня, хозяева с утра уходили на работу, готовили нам завтрак, хотя он не был включен в стоимость проживания, оставляли на столе завтрак, шли на работу, завтрак на кухне, приходите, спускайтесь, кушайте. Исторический центр и средневековый центр, то есть совсем древний город и чуть менее древний город. Это совсем древний город. Ну и виды, я обожаю горы, поэтому для меня виды на горы это оооо, мое сердечко. Да, пока я тут листаю, албанская кухня. Албанская кухня – это мясо с хлебом и овощи. Мясо с хлебом, овощая дельность. У них основные блюда – это какой-нибудь мясной рулет, запеканка мяса в тесте, мясо в лепешке, лепешка с мясом, мясной рулет с мясом, чем-то похожа кухня на традиционную кухню юга Турции. Не севера Турции, не кардинизом, а вот именно южной Турции. Вот это вот самые холодные деньки, это я максимально утеплялся на то время. Самый теплый гардероб, плюс 7 холодных. час в Харькове, плюс 15, о, жара, можно в футболочке. Улочки Бирата. Я там что-то около недели прожил, ну потому что нужно же не только гулять, но и работать. И кроме того, что было капец как холодно, было очень кайфово. Мечети интересные, у них мечети вот такие вот расписные. Албанские мечети отличаются от тех же турецких, от мавританских, другая архитектура, другой стиль. Туристы. Я знаю, что на фото все эти улочки вылегчат абсолютно одинаково. Я старался фильтровать фото, когда разбирал, но такие красивые кадры. Я так люблю такие штуки. А, это тоже много, где встречается оберег. Национальный албанский оберег от зла. Голова козла от зла. То есть барана. вот это вот здание в центре кадра это национальный музей. То есть это как? Это купеческий дом, дом богатой семьи, в котором мы строили музей. Внутри, я, кажется, пару кадров делал, там фоткать вообще нельзя, но пару кадров я сделал, чуть позже будет. Вид с холма, залазишь на холм и видишь пол-Албании, Адриатическое море и за морем там Италия. Я не знаю, что это, я не знаю, зачем это, я не знаю, от какой это эпохи, но догадываюсь. Вот. Вот так я люблю путешествовать. Когда ты залез на гору, сел, желательно еще трубочку закурил и сидишь, крыльевые дымынуешься. Опять голова барана. А церкви, которые христианские, они очень похожи на армянские, на армянские, на грузинские. Да, Илья, я тебя вижу, говори. Вот с этими головами барана, они, албанцы, в принципе, суеверные, или это просто как сейчас историческая культура осталась, сто лет назад повесили, оно так и висит, или они действительно, очень ныне современные албанцы тоже во все это верят? Я так понимаю, в маленьких городах, а города там все маленькие, кроме столицы, довольно большой процент населения все еще довольно суеверный, насколько я понял. какие-то оберегии в домах, вот параллельно иконы христианские и оберегии висят. Гора, 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 дурацкое селфи, котики, еще очень повезло, в какой-то степени, это опять же, это январь 21-го, то есть большая часть стран Европы была еще на карантине и было очень мало туристов. Албания не закрывалась, вот Албания и Северная Македония, они вообще не закрывались на нокдаун, им пофиг на коронавирус, но из средних стран приехать многие не могли, поэтому обычно, обычно на этих улочках людей намного больше. Но я там гулял, там почти никого не было, красота, только китайские туристы. Да, даже там есть китайские туристы. Сельская постарали. Это уже противоположный берег, я знаю, что он с вами не отличается от того берега, который был до этого. Вот это я на гору вылез, на горе крепость, как обычно бывает, османская, потом немецкая, потом советская, потом пришел лесник и всех разогнал. На крепость я советую выделять отдельный день, потому что туда где-то час крапкаться пешим ходом на гору, там, там вверху тоже есть отели, есть кафе, то есть можно поселиться на горе, тогда ты просто задолбешься каждый раз с горы на гору, с горы на гору туда-сюда лазить. Зато виды. Виды фантастические. Много поздельских фото на фоне гор. Мерседес. Не белый, серый, но по статистике кажется 80% автомобилей в Албании это Мерседеса. Это уже медивол, средневековый город, когда Албанию завоевали османы. настроили там своего. Ну как, завоевали. Временно оккупировали. Храм. Просто храм. А вот эта вот штука, вот этот вот белый дом, это отель современный, который реально построили по образу и подобию белого дома. Захотелось какому-то местному олигарху отгрохать вот такой вот отель. Там почти никто не живет, но смотрится вообще там бездна и на фоне остального города немножко сюрна. Панорамка. Я еще вот что слышал про Албанию до того, как туда поехал, что там очень плохие дороги. Не знаю, возможно, лет 5-6-10 назад действительно так и было. Сейчас отличнейшее. Причем что в городах, что в долинах, что горные серпандины. Качество покрытия везде отличное. Вот традиционное албанское блюдо. Мясо, жареная картошечка, сметанка, оливки, сладик. Это называется мясо по-биратски. Я представляю какой-то рай для всяких художников, кто любит с натуры рисовать. Куда не стань, куда не глянь, везде тебе готова натура для картины. Кажется, я слишком много нафоткал эмирата. Скоро это закончится, простите. Ага, я тебя вижу, я тебя включаю. Это ни одного бункера. Куча эмирата нафотканная нафотканная и ни одного бункера на фото. Да, да, потому что бункеры в основном за границами городов, они в основном где-то за селом, чисто поле, почему-то. В бирате я ни одного не видят. Немножко ускорюсь. Февраль. Начало февраля. Апельсинчики, мандаринчики. А, вот сейчас будут фотографии этого музея. Я просто, как обычно, один день просто мимо прошел, отметил на карте, что стоит зайти, и потом, через пару дней, когда разгребся с работы, закрыл дедлайн, уже все, можно и в музей сходить. Национальные албанские костюмы. Вот типичный албанский дом. Набор для чаепития. Очень похож во многом на турецкие подобные дома. Внутреннее убранство. Вот на переднем плане это штука для углей, то есть камин для отопления, и чтобы еще руки, ноги греть поближе, вот такая штука с углями. А вот это вот в стенках, там где дверки, это знаете что? Это место для женщины, потому что когда в комнате мужчины курят кальян, пьют чай и беседуют, женщина должна сидеть вот такой стеной ниши, не отсвечивать, и менять блюда, подносить чай и обратно уходить обратно в стенную нишу. Немножко о равноправии средневековой алмогии. Мясо, мясная запеканка, мясная котлета, мясо с баклажанчиком и шпинатный пирог. А это мы нашли по TripAdvisor самое лучшее кафе. Оно называлось у кого-то там, у и имя. У Ильи. Вот у них имена, староалбанские имена, Илья, Василь, Данил. Пришли мы к этому Илье, и ты реально как в гости пришел. То есть, ты пришел не в кафе, а в гости. Хозяин там вокруг тебя хлопочет, рассказывает, там байки травит, жена на кухне готовит. Пока жена готовит, хозяин приносит такой графинчик. Ну что, может это раки и бахнем. У них национальный крепкий напиток, это раки, как и в Турции. И мы этой раки еще этот графинчик на троих разделили. Потом хозяин еще тапочка принес, трубочку забил, постояли, покурили. Потом еще винишко принес. И нас там было мы двое с фрам, и потом пришли еще девочки китаянки, туристки. Как на нас смотрели китаянки, когда мы эту ракию пили? Мы одну стопку выпили, нормально, отлично, под еду, прекрасно. Вторую стопку, третью стопку. фига. Ракия шикарнейшая, як слеза. Ты вот пока сидишь ее и пьешь, все отлично. Но когда пытаешься встать, вы понимаете, о чем я. Вот собственно Илья. Очень клевый чувак, он там рассказал, он очень любит свою страну, рассказал, куда лучше поехать, что лучше посмотреть, как у них вообще дела, обстоят. Пол вечера посидели. Отель этот дурной. На фоне странного аберрата абсолютно дурной. Это я взвешивался, сохранил фото на память. Да, это мой вес. Борщ. Почему борщ? потому потому что там есть городок, поселок, называется Борщ. Багно это ванная на местном от испанского баня. Это снова тирана. И посреди тираны римский мост, кажется, седьмого века. римляне умели дороги строить, дороги на стыдь. Это на рыночке табачок. Поклонники трубки, возьмите салфеточки, укрите слюнки, смотрим дальше. Вот такой вот мешочек стоит 4-5 баксов. на мосту. Это уже среди февраля стало ощутимо теплее. Зимовать в Албании хорошо. Если хочется не совсем жарить тропиков, а хочется такой теплой европейской зимы, то зимовать в Албании очень хорошо. Это вот тот самый Энвер Хаджа, про который я уже не раз говорю, лидер. Он, как было положено у мистических лидеров, построил себе мавзолей в виде пирамиды. И это строило, заканчивал строительство уже его дочка. По замыслу там должна была быть его мумия. Его собирались мумифицировать как Ленина и положить в этой пирамиде пирамиды музея имени его. Но случился 1991 год, случился в Албании Майдан, народная революция, пирамиду сначала забросили, потом там организовали бар-кафе Мумия, немножко пост-иронии. Сейчас это просто заброшка, там тусили местные скейтеры, ролеры и прочее нефарьё, и сейчас при поддержке американского фонда её реконструируют и будут с неё делать современный такой культурный центр. Вот это, как оно будет по задумке. Я очень хочу посмотреть, как это будет, когда закончат строительство. пирамиду А вот да, тут должна была быть пирамида вождя. Тирана, тирана, средина февраля. Ещё пару слов о зимовке в Амбане. Находиться без визы можно три месяца. Всё полностью органическое. Ценники плюс-минус киевские. Кое-что дешевле, кое-что дороже. Очень много европейских продуктов, очень много из Италии. У них с Италией видно какие-то контракты, связи, договорённости, поэтому очень много продуктов итальянских. ЛЕК. Местная валюта ЛЕК. Это я просто, как во многих странах, фоткал, потом выкладывал в канале для сравнения цен. С молочкой всё хорошо. Да. А что по курсу? Сейчас погуглю, по-моему, 1 к 14. Сейчас. Он почему-то мне выдаёт албанский ЛЕК, венгерский 0,26. То есть 1 ЛЕК это 1 к 4. 1 гривна это 4 местных. То есть картошечка 20 гривен за кило. У нас сейчас слепо так же. очень дешёвые оливки, маслины, маринованные оливки 100 гривен за кило. 100 гривен за кило. не за 100 грамм, за кило. паста. Паста. пачка итальянской пасты 20 гривен. Яблочки по 20 тоже. бананщики дорогие, импортные. Причём бананы, вот банан обычный и банан биологический, то есть натуральный. Ага, я вижу, вижу, вижу ваши руки. Говори. Я просто вижу, что это сетевой маркет, он также есть и в Италии. Да, 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 это итальянская сетя. Илья? А что значит, что я просто увидел банан биологика? Что значит биологические бананы? Это натуральные, без ГМО, выращенные без пестицидов, всё такое. Там, кстати, манечка на биологикал, там в Албании есть такая штука как биовино. Биовино – это вино, выращенное на экологически чистой земле, виноград ничем не поливался, не опрыскивался, и оно как-то делается тоже каким-то острым образом, я не знаю, на слезах девственниц биовино продается, я даже, кажется, фоткал. А насчет отношений с Италией, насколько я помню, в Албании, то есть в Италии живет просто до хрена албанцев, опять чуть ли не со средних веков, то есть там, по-моему, столько же, сколько самих албанцев в Албании живет, и поэтому понятное дело, что связи между этими странами какие-то тесные. Знаешь, я видел караваны автобусов с трудовыми мигрантами из Албании и в Италию. Они вот едут, автобусы едут в Черногорию, там грузятся на паром и плывут в Италию работать. Мне напрямую интересно. Потому что напрямую, потому что в Албании, мне кажется, нету морских перевозок прямых с Италией. Яички делим на четыре. в 60 гривен с копейками за десяток. Это у меня в Киеве есть давняя подруга с ником Тика, и я для нее фоткал специальное это объявление. Выставка в центре была просто старинная фотография 20-е годы. Тиранов 20-е годы выглядело как-то вот так. Банда. Я так понимаю, банда на местном отряд или что-то такое. Новый Тирана. Я просто в Тиране оставлял основу массу вещей, снимал квартирку и из столицы мотался. Там просто страна, которую можно проехать полностью за 5-6 часов из конца в конец. Поэтому удобно снимать жилье в столице и по другим поинтам просто мотаться, вращаться обратно в столицу, стираться, переодеваться и ехать в следующий пункт. Это невиданное событие для Алмании. Там просто все на улицах снежки играли, снег пошел. Говорят, за 5 лет, кажется, первый снег. Через 2 дня его уже не было, но в тот день, когда он был, такой же этаж на улице. Что мне больше нравится, это вот эти заснеженные горы на фоне. Это пейзаж, типичные албанские пейзажи, когда ты едешь куда-нибудь. У тебя с правой стороны море Патриатика, с левой стороны горы. Это второй крутой город Албании. Называется Гирокастра или Гирокастер. Город тысячи ступеней. И я понял, почему. Город стоит на склоне, довольно крутом склоне. И если ты куда-то идешь, ты либо поднимаешься, либо спускаешься. Или сначала поднимаешься, потом спускаешься. как я замахался. Я в это время еще болел ковидом как раз. Я ковид перенес на ногах. И мой пик ковида попал на Гирокастру. У тебя и так вообще слабость, и так такой, да, вялая дряпочка. А тут еще нужно подниматься, спускаться куда-то. Но городок тоже очень красивый. Гирокастер это чуть менее древний город Чемберат. Это город, который очень пострадал во вторую мировую. Там большая часть застройки именно вот 30-е, 40-е, 50-е годы. И он не настолько вылизанный, как Берат. Поэтому там куча разрушенных зданий, заброшенных зданий. Такое ощущение, что он бомбили, а их бомбили крепко. И некоторые здания так и остались с тех пор. Типичный Гирокастер. Видно, что уже домики более поздние эпохи. Котики. Вот Гирокастер частично выглядит вот так. Тоже маленький городок. Я так понимаю, многие просто едут жить, работать, учиться в столицу и в городке не остаются. Зачем я приперстил Гирокастер? за за сейчас долистаю. Сельская постараль опять. За вот такими домами. Вот такие дома крепости. Это фишка именно Гирокастеры. Такие дофигаэтажные башни. И в Гирокастере хорошо сохранилось три или четыре таких дворянских дома очень больших. Это внутри домик. Камин расписной. Вот настолько хорошо сохранилось. Он не жилой, он такой полумузей. Там прием есть дяденька смотрительный. Я его долго искал, ловил, чтобы ему денег дать. Там можно было бесплатно пройти, потому что дядька где-то в огороде копошился, но я считаю, что это нечестно, поэтому я специально искал, кому бы денег дать. Немножко не по порядку фоточки. Сейчас будет этот дом снаружи. Улицы, 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 улицы. Это другой дом. Это второй старинный дом. из которого изнутри были фоточки. Дурацкое селфи. Вот. Вот этот дом. Крепость. Тоже зашли в какую-то кафешку. Просто какая-то кафе на местном таверна. Да, тесные связи с Италией. Да, зашли в какую-то таверну просто перекусить. Там, опять же, во-первых, там везде наливают. То есть даже если просто заказал какой-нибудь супчик с хлебушком, все равно хотя бы винишко. Ракию не будете, хорошо, хотя бы давайте винишко пахнем. Да, так, на этом моменте у меня как это иногда бывает перестают листаться фотографии. Сейчас. Почему-то в какой-то момент листаются, 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 потом приходится перезапускать фото. Нашел. Запустил. Вот снова этот дом на пять этажей. Балкончик для чего? Правильно, для женщин. Тоже двух дней на город хватает с головой. Вот собственно весь город и все интересно наверху, внизу вот это уже многоэтажки, это уже современная застройка. Старый город он весь на горе. Ага, вижу, включаю. А я тут загуглил про гигрока. Первое, что выдает, что это родина как раз того самого ангера Хаджи. Тут никакого музея его нет, что называется. Ничего как такого, не такого в городе. Или ты просто не искал? Не искал. Да, я знаю, что Хаджат обродился, но это как горе в Грузии Рогина Сталина. Это мы поехали. Здесь такая бесцинка называется Сюрик Альтер, а с местного голубой глаз. Это в нацпарке, в нацпарк в феврале, поэтому не особо зеленый. в нацпарке в нацпарке в нацпарке есть вот такая штука. Это карстовый источник. То есть это очень-очень-очень-очень глубокая дырка в земле. Насколько глубокая никто не знает, потому что вода оттуда выходит под очень большим давлением, поэтому водолазы не доныривают, щупы не опускаются. Поэтому какова глубина этой дырки? Хызы. Она очень глубокая. Ну и потому что там глубоко и чистая вода, вот такой эффект глазика. Опять зашли в таверну. Опять прибухнули. Это уже третья таверна. Тоже зашли просто пообедать. Нам просто пообедать можно? Нет. Нужно раки бахнуть. Ну хотя в феврале это было очень актуальненько. Вот источник. Когда-то здесь был навесик, с которого прыгали туда в источник. Говорят в основном русские туристы. Но его то ли развалили, то ли он сам развалился. В общем сейчас не попрыгаешь. Ну не больно-то и хотелось. Снова гирокастер. в горах за гирокастерой мост Османбея. Мост ой ему то ли 700 то ли 800 лет. Вот не буду врать. Ты выбираешься за город, по горам идешь, там через частный сектор проходишь по козьим тропам и вот такой каменный древнючий огромный мост через ущелье. Очень крутой. Вот по этим тропам проходишь и вот такой мостик, которому много сотен годиков. Вот таким тропочком идешь. Я очень люблю такие штуки, в целом люблю лазить по горам, горные тропы, а вот Фрам не очень. Я думал, она меня убьет. В центре Гирокастер стоит Гирокастерская крепость. Это уже 20 век, начало 20 века. Там всякие танки, пушки, истор-музей, самолеты. Я туда не попал, потому что это был последний день, и она закрывалась в 5 вечера, в общем, не успел. В следующий раз зайду. Снова Сюрик-Альтер. В Сюрик-Альтере, кстати, стопил. То есть мы туда доехали маршруткой, которая из города в город идет, просто просили высадить возле источника. Обратно просто вышли на дорогу ждать автобус, мимо проезжала первая машина, такая в Гирокастер, поехали. Все, поехали, приехали. Не то, чтобы абсолютно правильно там стоял, стопил, просто проезжали люди, довезли. Спасибо, пожалуйста. Снова Гирокастер. Скандербей. У него очень интересная шапка, вот с этого ракурса не видно, у него на шапке козлиные рога. Как у викингов были коровьи рога, только козлиные и неполага наверху. Это последний городок Албании, это городок Шкодер. Шкодер это север Албании на границе с Черногорией на берегу Катарского озера. Там можно по озеру поплавать на лодке, выйти в Черногории на берегу, погулять, сесть в лодку и обратно в Албанию. Тоже очень-очень-очень симпатичный городок. Уже, конечно, не такой древний, как Геракаст и Роберат. Просто милый и симпатичный. Какое-то кино снимали про 20-е годы. Придешь, тут кино снимают. Вот, собственно, центр Шкодера. Это, к слову, неинтересный бедный Албании. Прикольная мечеть. Мечеть сама как мечеть, но рисуночек интересный. В Шкодере есть одна локация очень интересная. Там же рядом, как рядом, через две страны, но по километрам уже рядом, Венеция. В Венеции проводится известный карнавал Маскарад. Так вот, масочки для него делают здесь, в Албании, в Шкодере. Шкодер, 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 Шкодер. Ехал Шкодер через Шкодер. Вот эта фабрика Венис Арт. на которой делают венецианские масочки. Вот. Такая маска стоит 4 евро. Маленькие там сувенирные магнитики 1-2 евро, но есть огромные там за 10 евро, 100 евро. Это все делается, каждая маска делается вручную. основа из папьямаше и потом на нее налепливают всякое разное. То есть, это воркшоп, ты можешь погулять, посмотреть как по музею, производственный процесс, к сожалению, каждый день не показывают, нужно записываться на экскурсию, в целом можно, но это был карантин и все такое. и любую маску из вот этого всего ты можешь купить. Вы зацените эту красоту. Я пока уголек поправлю. Я несколько масочек купил, не для себя, мне просили на сувениры в Днепр, в Киев. Вот носорог крутой, крутейший. Тренд года. Справа масочка уже в стиле Санта Муэрта. Работа потрясающая, просто потрясающая. Вот такие масочки я покупал на подарочки, заворачивал их в кучу слоев бумаги, чтобы рюкзаки нигде там не помялись, не поломались. Такая маска 4 евро стоит. Немножко стимбанком на нашем канале. В таких местах знаете, что там у нас нужно? Перестать фоткать. И на этом Албания все. Там есть еще клевые места, там есть еще курорты, там много курортов есть. Дурас, Влера, третий забыл название, но это Албанские Мальдивы, такой бирюзовый залив, домики на сваях на воде, но так как это был февраль, на курорты я особо не ездил. У меня знакомые позапрошлым летом ездили именно на курорты Албании, были очень довольны. Там недорого по сравнению с той же Хорватией или Черногорией не слишком много людей, море все тоже тепленькое, красивое, мелкое Адриатика и в целом народ был доволен. Есть нацпарки, но нацпарки там опять же, как и в Черногории это только машины. Автобусы не ходят, если ты водишь машину, если есть друг с машиной, то пожалуйста, так. В общем для меня Албания это было открытие года, пожалуй, насколько я ничего не ожидал и насколько крутая страна в итоге. Я хочу еще раз, естественно уже с машиной, чтобы больше всего увидеть. В целом очень советую, очень советую. Забавно, я смотрел зимой выпуск Птушкина по Балканам и он тоже, он там в Албании в таком восторге был, просто ахал-охал на каждом углу, тоже говорит, ничего не ожидал, тут такое вау-вау-вау-Валбания. Вопросы? Вопросы, комментарии? Сейчас я сейчас таки завершу окошко светомаскировочка и вернусь. Каждый вечер от развлекуха завесил окно, развесил окно увлекательно Это не вязкий клуб, это искусственный клуб Это не вязкий клуб, это искусственный клуб Политический вопрос Они свергли своего советского диктатора и что они сделали после этого? Полностью абсолютно европейского образца Насколько я знаю, они во что-то входят в Европе, а во что-то не входят Евросоюз, по-моему, не входят В ЕС не уверен В еврозону они не входят У них свои деньги В НАТО не помню, не знаю Честно, не знаю Ну то есть, скажем так Вопрос не столько ради ну скажем энциклопедических знаний там скорее больше атмосфера какая знаешь, чисто вот если общаться с людьми там и так далее то есть свобода, несвобода, нравов вот это вот все Абсолютно расслабленная вот в Албании я поймал вайб я до этого такой вайб ловил наверное в Молдове такая уютная расслабленная аграрная страна народ мягкий добродушный все такие а албанцы, кстати, очень такие как и итальянцы очень необязательные ребята то есть если албанец тебе говорит через полчаса час, то это завтра если албанец тебе говорит завтра, то это через пару дней если албанец тебе говорит может быть через пару дней то это никогда а так расслабленно вам там как, сильно чувствуется? кто? ислам, вообще нет вот вообще нет у них какой-то у них, мне кто-то писал когда я был в Албании, писал кто-то в канале в комментариях, что у них там какой-то очень свой ислам они придумали какое-то течение, какой-то подвид ислама который типа как ислам но по запретам не совсем ислам, то есть можно голову не покрывать, алкоголь бухать и все такое там какая-то очень своя атмосфера в этом плане а так там, даже вот чтобы я слышал постоянно призыв на намаз, да, как в Турции мой дзин и постоянно Аллах 5 раз в день не слышал ни разу возможно потому, что мечети не так уж много да а их не так уж много просто по твоим фотографиям-то их часто в кадр попадаются то есть мечети но на самом деле их не много, да? их не много но и там же как там же когда был Энвер Хаджуа он как и любой тоталитарный значит лидер, он активно боролся с религией потому что какой тоталитарный лидер не борется с религией хотя я знаю какой тоталитарный лидер не борется с религией немножко актуальных шуток да, нет вообще на счет политики Албании насколько я помню там вообще забавные ситуации там вроде как бы демократия но за все время после свержения Хаджи власть не поменялась ни разу и там власти одна и та же партия социалистическая партия Албании которая наследник тех коммунистов так что в какой-то степени у них там у них конечно премьер-министры меняются регулярно но партия остается власти все то же самое окей я так понимаю там им выделяют много денег их активно спонсируют из ЕС и я так понимаю одно из условий этого активного спонсирования что ребятки давайте вот свое тоталитарное говно больше не будете играть а то денег не дадим так и раз уж мы раз уж мы закончили с Албанией потратили все полтора часа давайте я вам покажу сейчас еще одну страну которая у меня была открытие 2020 года Албания у меня была открытие 2021 года вот это вот прекраснейшая страна волшебнейшая страна это открытие 2020 сейчас я пару фото покажу и кто кто мне скажет что это за страна вот вот так вот вот так вот вот так вот да судя по пустынным пейзажам а также судя по некоторым фразам на предыдущем стриме я могу подумать что это Оман да это Оман и это тоже страна от которой я не ожидал особо ничего я на тот момент я знал что туда летал Зеленский он как раз он как раз за неделю до того как я приехал он там был но Оман он граничит с Эмиратами виза в Оман получается по интернету и стоит 5 баксов мы в Индии когда были как раз собирались следить в Эмираты такие так Эмираты Эмираты а что бы там такого рядышком интересного посмотреть Оман а что такое Оман в интернете нет почти ничего интересненько а что у них по визе 5 баксов ой а я ее уже получил реально за обедом получил эту визу там заполняешь простейшую анкетку фио номер паспорта платишь сбор и все тебе вот электронная виза велкам и собственно после Эмиратов мы ой в Дубаях в Дубаях сели на автобус ты садишься на автобус и едешь в Оман на границе было шоу то есть мы на границе границы проходили по границе такие так ребятки сейчас не фоткайте в смысле а что сейчас будет ничего только не фоткайте что произошло на границе на границе достали все вещи из автобуса из багажного отделения большие чемоданы и рюкзаки выложили так рядом посреди плаца и пошли мужики с собаками и орлами с овчарками и с орлами обнюхивать обсматривать багаж вот такой у них аналог детекторов вообще Оман это кстати это было самое самое начало ковида то есть на въезде в Оман давали такие бумажные анкетки смешные болеете ли вы ковида поставьте галочку да нет там типа кашляете ли вы контактируете ли вы с больными ковидом поставьте галочку все честно поставили нет 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 поехали дальше чем крут Оман это из тех стран которая очень 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 богатая страна но при этом не понтуется вот их соседи эмиранты они понтуются они там прям кричат у нас есть бабло у нас есть дофига бабла мы тут построим самые большие здания самые большие там парки все 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 а Оман они тоже очень богатые но они просто не понтуются и у них прошлый шейх шейх Саид страну за пару десятков лет вывел из 15 века в 21 то есть он там прокачал образование сделал обязательные дороги вот это все но он например запретил в столице в Мускате строить высотки небоскребы чтобы не нарушать архитектурный облик исторического города и ввел много таких интересных ограничений благодаря которым Оман выглядит местами средневековенько но это очень богатая страна а Оманский Риэль Оманская валюта одна из самых дорогих валют в мире по-моему третья поэтому ценники выглядят вот так в Оманском Риэле тысяча тысяча копеек они кажется биас называются тысяча биасов спар в Омане это местный АТБ и продукты там действительно дешевые я просто мы приехали там сняли квартиру за 30 баксов за ночь сняли просто огромную двухкомнатную квартиру там с ванной с двумя туалетами с кухней совсем 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 просто потому что дешевле и лоу-левель нежели я там не было и в первое утро я пошел в магазин скупиться какими-нибудь продуктиками ну думаю блин денег а я снял на границе в банкомате снял 5 риэлей 5 риэлей это 300 гривен вот я 300 гривен дал на карте снимаю все и мне выдает банкноту 5 5 местных ух ты круто ну думаю блин все жопа сейчас в магазин пойду ничего не куплю а я прихожу в магазин и я вижу вот такие ценники 0-0-0-0-0-0-0 и понимаю что живем он вот так выглядит столица Омана город Мускат он уже Маскат финнички местные вот Оман это бывшая пиратская империя то есть там весь берег был в пиратских фортах откуда пираты нападали на проходящие мимо суда это же Суэцкий канал Красное море и вот оно нет стоп это сорян Персидский залив Персидский залив и там шел торговый путь в Омане гнездились пираты причем оманские пираты настолько крутые что они в свое время воевали в солидную часть западной нет восточной Африки я там был в музее там карта куда добегали наши пираты наши пираты добегали где-то в Сомали в Эфиопе добегали да дальше они добегали частью Омана был Зензибар это Танзания да побережье что помнит любой человек который играл в Европу в Европу универсалист там география Омана конечно прикольная кусок там и кусок восточной Африки и хрен ты попробуешь его удержать такое ну вот да империя была понял интересно спасибо я не игрался я просто по картам старинным заценил нифига себе то есть сейчас там страна такая пиндюрка с Крым размером в свое время пол Африки завоевали яр в Омане я был очень мало в Омане я был 5 дней чисто в столице мне этого хватило чтобы полюбить страну чтобы захотеть туда вернуться и посмотреть ее нормально там кстати можно и не машиной там нормально с автобусами там есть древние города поселения а фишка именно Моската что там посмотреть это форты там весь берег вот в таких вот огромных каменных фортах на скалах сейчас там военные базы каждый этот форт это действующая военная база ну это современный Москат автобус бесплатный да Москат настолько богатая страна что его жители не платят налогов и стоимость почему дешевые товары вот ценник не включен НДС там нету НДС не существует ага и просто не знаю насколько это заметно для туриста но как и в Эмиратах в Амане по-моему процентов 60 населения это гастарбайтеры которые прав особо не имеют так что местные жители там может налогов не платят а рабы но вот индусы которые там за них работают они на худшем положении фактически на положении рабов так что я не знаю с одной стороны да с другой стороны фактически рабовладейческое государство и так посмотреть я не знаю насколько у них с правами но в Спаре в котором я скупался были одни индийцы да местных там не было там были только индийцы а вот здесь над дверью написано туристам нельзя но так как я не умею читать по-арабски это закрытый район это местный там ничего особенного просто там местные живут и они не очень любят что там шлялись туристы и фоткали поэтому там нельзя заходить но я это узнал уже когда там часик погулял по району вышел местный дядька такой а что мы этим делаем гуляем а нельзя ну ладно извините это обычный самый-самый-самый обычный местный оманский райончик столичный вифи фри вифи эври вверм и это местный центральный рынок который на мой взгляд больше всего а вот местная валюта да это целых 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 15 риэлей то есть мы можем на 60 900 гривен на секундочку вот это вот маленькая панкнотка вот местный рынок больше всего похож моим представлениям на восточные сказки а вот так в Амане подают кофе у них своя традиция кофеварения у них кофе с кардамоном обязательно кофе бесплатно прилагаются финики обязательно закусывать очень крепкий и очень пряный кофе который подается в таких кофейничках это не какой-то понтовый ресторан да это простая кафешка на набережной но вот подача кофе фотка я не хочу грех было не пофоткаться да вот обычные улицы по которым не скажешь что страна такая уж и богатая местные кстати в отличие от тех же хотя нет в Эмиратах тоже большинство местных ходит в джелобиях в Амане я людей не в джелобиях местных просто не видел я думаю это очень удобно вот та хэбэшная рубашка под которую у тебя может быть ничего пожалеть наверное это очень кайфово в следующий раз буду в тех краях куплю себе джелобию буду ходить как шотландец в Килте только в джелобии и без ничто а за горами оазисы которые на верх называются Вади а мне интересовалось они прям на голое тело это одевают это не по сути оно же пота намокает просвечивает там все будет белой ткани то есть через него или оно слишком толстое просвечивало не знаю вот тут я не знаю что тебе сказать не замечал да включил что у меня есть такие рубахи я их регулярно ношу по жаре и они реально очень крутые то есть у меня есть как бы я однажды случайно в Сешке купил такую рубаху ну сначала просто как ночнушку и понял что это нереально удобная тема вот они есть плюс-минус короткие которые ты там под штаны носишь условно потому что они до колен а есть прям длинные вот и они прям очень удобные и ничего не намокает ну то есть если идет жара ну плюс-минус там 30-40 градусов то тебе достаточно комфортно потому что оно с одной стороны достаточно плотно продевает с другой же стороны из-за того что оно продувает оно не намокает и с третьей стороны оно не просвечивает то есть они вот максимально адаптированы очень удобные и они в основном из такого стопроцентного хлопка вот а у меня есть еще шерстяна вот не знаю какой процент шерсти вот как раз та которую я купил как ночнушку но она прям очень удобная в плане что ты можешь по квартире в ней ходить а потом лечь и в ней спать вот если резко падает температура тебе ок понял принял спасибо ну вот местные ходят вот так потому что да солнышко жарит просто неимоверно тенечка там мало ну вот предыдущая фотка была вот так там ходят женщины тетушка откуда-то идет с покупками вдоль набережной большая часть Омана выглядит вот так то есть такая страна набережная там есть зеленые пункты в глубине страны но большая часть городов по понятным причинам они вдоль моря домики вдоль моря форты на скалах это традиционные традиционные лодочки блин название забываю постоянно дака не дака какая-то традиционная местная лодка вот сейчас Илья мне скажет ага дау дау вроде она называется я помню что-то на д а конкретики не помню дау возможно дау вот этот рынок офигительный просто очень 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 крутой рынок сразу видно где на этой фотке местные где бы наехавшие в Омане очень много туристов там нет русских туристов вообще нету русских туристов Карл и я там не видел китайских туристов но очень много европейцев и насколько я слышал Оман последние годы очень популярен среди тех европейцев которые уже эту нашу попсовую в Азию всю искатали в Азию не очень хотят а вот такая экзотика как Оман привлекает там молодежи нету туристов потому что тусить негде там нету клубов баров покухать негде потому что нельзя кушать ислам таких культурных туристов в возрасте очень много рынок на рынке торгуют в основном индийцы скрытый рынок это уже другой павильон вот и там вот 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 такая всякая красота эти лампы светильнички в основном хохлама а вот эта вот штука вот эти маски это маски от пыли бедуинские и я видел тоже будут фотографии многие там их сейчас носят смотрится это странно вот эти маски блестяшки это маски они в основном чтобы закрывать нос от пыли от песка от пыли лампы лампы я не знаю насколько они функциональны насколько их можно реально там не вставлять фигель поджигать и пользоваться но как сувенир красиво ага собственно замечание по поводу ламп ламп я не знаю именно вот эти которые продаются но я имею опыт использования просто реальных масляных ламп которые ну собственно достаточно похожи на эти особенно вот эти старенькие ага вот это вот с большим горлышком это молочник это вот такие латунные кофейники и к ним вот эти штуки это типа молочники вот а те у которых вот обрубленный такой носик это ну насколько я знаю что это молочник вот а вот эти вот которые с обрубленным носиком это масляные лампы и вот особенно те которые вот видишь вздернутый носик они очень удобные туда фитиль вставляется не сильно раскаляются можно держать за ручку вот огнеопасность ну ты сам понимаешь естественно там это не там тиросинка летучая мышь но в целом как антураж можно использовать вот ну и плотный хлопковый фитиль он должен вот прям плотно сидеть в горлышке чтобы оно не сильно шло внутрь чтобы ты его там чтобы он касался стенок а не просто свободно болтался понял но в целом функционально ага прикольно нужно лететь тиротаж покупать местные местные и не совсем местные это рынок за рынком с закрытым большим рынком такие развалы развалы и народ сидит продает всякое всякое разное очередной форт этих фортов столица с полдюжина точно есть местные все 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 они все поголовно в желобьях и вот картина местные в с турист но при этом я в шортах ходил норм никто на меня косо не смотрел камнями не забивал просто района люблю знаете шариться по простым пролетарским районам автобусе вид изнутри это я поехал в правительственный район дворец правительства всякие музеи дворец правительства максимально неказистый вот он это дворец правительства Умана абсолютно ни о чем но как же там печет при том что это был уже ой конец февраля начало нет нет это был так стоп двадцатый год март февраль февраль месяц да февраль феврале там такое пекло я не представляю что там летом в июле августе наверное под полтинничек в феврале там было пекло и сколько же труда нужно чтобы поддерживать зеленое вот вот в этом фото вы видите береговые орудия солдатик стоит смотрит такой типа что фоткаешь вот эти штуки если что фигачат по непрягельским кораблям не нептун конечно не нептун но тоже ничего типа но типа тупичная улица любого аманского города это старинный дом тоже дом музей вообще это кофейня но при кофейне сохранился дом бесплатный вход можно просто ходить смотреть как жили уманцы в прошлом веке аскетичненько жили аскетичненько как-то так жили это это не древняя древность это начало 20-го конец 19-го синовочки на полу подносы с едой обязательно накрываются вот такими штуками чтобы мухи мошки не слетались да швейная машинка это я так понимаю фото члена семьи который служил в армии в такой вот оригинальной рамочке вот тут немножко поверила белым солнцем пустыни товарищ Сухов туалет типа сардир это миниатюра маската укрепление вы понимаете это был очень 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 укрепленный город там кажется то ли португальцы то ли голландцы в свое время пытались туда этих пиратов выбить всем своим мощным флотом ни хрена у них этого не получилось стаманские пираты выписали таких мощных люлей европейцам пришлось отступать традиционное просто место место для сидения чай пить кофе пить кальяна курения это 100 местных копеек все амана у меня мало амана из тех стран которые тоже ну посмотрим пару дней и и которую я снова хочу да вопрос а там есть металлические деньги или там только банкноты только банкноты так ага вижу да вот точно тут я посмотрел я бы не подумал что это страна богаче Азербайджана то есть в смысле абсолютно такие же города такой же стиль жизни даже в смысле выглядит действительно так не сильно богато что называется но а там вот эти деньги в чем-то проявляются где-то видно что страна очень богатая нефтиными деньгами там все стоим стоим мы на автобусной остановке потому что жили мы на окраине в центр пешком жарковато стоим ждем автобус подъезжает ламборгини за рулем местный такой а что стоите автобуса ждем что ждете садитесь подвезут все конец истории очень крутые автобусы понятно просто в твоих фотографиях не сильно видно что там много богатых машин но ясно в общем очень я скажу очень много крутых авто очень много кстати очень много автопрокатов очень пункты автопроката на каждом углу их очень много а так чтобы это в чем-то проявлялось просто есть страны которые фантуются там и жители понтуются и в архитектуре сплошные эмираты понты на понтах понтами погоняют просто такая вот спальцовочка и вот у нас есть тонна золота можно его кинуть в залив и пусть там валяется давайте из этого золота остров насыпем в виде пальмы и рядом остров в виде верблюда а почему бы и нет а есть страны типа Амана типа Саудовской Аравии типа Бахрейна типа не Кувейт понтуется ладно Кувейт понтуется типа Брунея которые экономически очень благополучно в которых там ВВП до небес базовый доход населения когда ты просто получаешь деньги за то что ты гражданин этой страны в Эмиратах да ты получаешь кажется 400 баксов в месяц если не ошибаюсь какие то деньги ты получаешь каждый месяц тупо за то что ты гражданин страны она продает свои природные ресурсы и денежки какие то отстегивает своим гражданам вот а есть страны которым просто понт не нужен лишний они живут хорошо вот те же те же дома я внуки домах для дома аманских обычных жителей не был кто был говорят там вот снаружи каменный домик обычная клиненная мазанка а внутри там все бренды дорогущая мебель дорогущие ковры дорогущая столовая серебро золото платино и так далее это как с сарабскими женщинами это снаружи покрывальцы черные а под покрывальцем там все пальцы в перстнях золотые цепочки люксовое белье супер люксовая косметика и так далее а снаружи ты видишь только черную тканевку мне кажется в этом прикол да могу не отметить что видимо ты в курсе что у арабских женщин под никого я много читал не поймите мне неправильно я много читал на эту тему а это на самом деле распространенная тема в интернете гуглишь как на самом деле живут арабские женщины и очень много на эту тему репортажей материалов статей да что они кажутся такими такой назгул идет обмотанный черной тканью и опять же ты когда в Эмиратах гуляешь по шоппинг-моллам ты видишь как эти арабские женщины шопятся они скупаются видишь что они покупают видишь в каких магазинах они покупают ювелирка тоже видишь ценнички в этих магазинах понимаешь что все не так просто так мы сегодня мы сегодня очень очень быстро быстро и коротко и я в принципе могу где-то часик еще потрындеть если есть желание могу что-то еще какую-то страну еще показать рассказать что у нас осталось сейчас скажу Таиланд я сегодня точно не буду потому что Таиланд это отдельная очень большая тема очень большая потому что я там полгода прожил там есть много чего сказать что еще могу по Балканам дальше пройтись показать Северную Македонию тоже про которую мало кто знает но она есть что еще что еще что еще Турцию тоже не буду сегодня брать это отдельная большая тема сейчас я включу всем включу всем микрофончике и вы мне скажете что вы вообще хотите от этой жизни или хотите уже идти ужинать спать сериалы смотреть думскролить новости ну что поболтать вот я тоже на горизонке слышит что-то такое отдаленное выходы ну я чув арту там здається трохи долились але зараз уже нет тобто там був такий и более короткий и довгий тому и туда-сюда но далеко там кеме 10 напевно понял так вот что я могу что я могу можем кстати взять перескочить обратно к моей прекрасной любимой Ювазии и взять таки лао что я обещал лао показал трейлер лао а так сам лао и не показал о наприклад я не знаю ти таке робив чи ні от скажи що скільки грошей потрібно щоб ну я все розумію але скільки у тебе у середньому виходить щоб купитися кудись наприклад на тиждень у досить лайтовий тур але щоб було цікаво у меня нет для тебя ответа на этот вопрос ну хоча б якийсь горизонт там від 500 баксів там до там тисячі можна витратити щоб якось там лайтово кудись зганяти щоб не лежати кверху брюхом а от якесь двіжняк там походити ну давай так от куди б ти порадив наприклад тут є наприклад 500 баксів умовні умовні 500 баксів і змотатися там днів на 5 кудись на твій погляд от людина яка багато де бувала макнутися щоб це було не тупе лежка а якась цікава там подивитися щось таке незвичне у звичайному житті бо я Україну майже всю роз'їздив у плюс-мінус великих містах і ходив там багато пішки якісь штуки а за кордон якось все не збирався смотри вопрос номер раз транспортные расходы включаєм тобі добирало до міста вот в эти условные піцепах не збираєш авиабилет ну авиабилет 200 буде да смотри а куда смотри из Харькова до войны ты можешь за 5-10 евро смотаться в большинство городов центральной и восточной Европы я в Берлину летал за 4 евро я пам'ятаю позав вот если что кому интересно вот я знаю есть люди которым не нравится когда стрит лайф когда шумно непонятно ярко а иногда типа не понятно вот есть люди которым варіант такий чтобы там стрит лайф например там чтобы движняк какой-то интересный и варіант якийсь такий этник якийсь уютный затишный и давай ну все 500 бакси транспортными расходами такие вопросы задаешь интересные ну тобто знаешь там якусь там например там штуку баксов ты все же как-то откладаешь а якийсь 500 баксов у тебя там есть такий ну у меня например на карман сейчас 500 баксов и я в какой-то момент понял что я хочу куда-то залетить там изменить краеведы там на 5-7 вопрос прям на патреон вопрос очень объемный смотри сейчас расскажу потом будешь корректировать во-первых если ты куда-то хочешь на 5-7 дней то тебе нужен короткий перелет куда-нибудь в Таиланд тебе не вариант потому что два дня в одну сторону только лететь то есть это какой-нибудь ближний восток о Турция Турция меня осенило Турция Грузия Азербайджан Армению советовать не буду Армения специфическая что еще что еще но Турция это номер банк 500 баксов тебе на неделю хватит чтобы неплохо провести время но опять же нужно будет собирать какую-то одну-две локацию на неделю в Стамбул на неделю в Стамбул это отлично там и колоритно смотришься и обстановку сменишь Турция только Турция не та которая отельная пакетная Я разумею Италия да хотя в Анталии тоже прикольно можно найти а вот именно непуганная Грузия 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 из Харькова до войны вот вводили госты в Кутаисе летали очень дешевые самолеты от Кутаиси до Тбилиси два часа езды до Батуми час езды с Азербайджаном сложнее а Азербайджан первых рейсов в Баку кажется нету но тоже интересная недалекая локация Балканы я очень заценил Балканы восточную любую восточную Европу та же Германия про которую я сегодня полтора часа вещал мне очень понравилось и ковритно и в меру не слишком экстремально есть привычный то есть ты не будешь такой что происходит в мамонте но при этом тоже есть экзотики очень зависит еще от насмотренности потому что у меня товарищ вверх экзотики Польша а мне Польша мега скучной пресной что еще вот если хочется колорита вкусной кухни интересной этники недалеко и недорого то Турция это номер вон на мой взгляд ну я просто как у меня через работу та семейную обставину не выходила сам за кордон и я вот плану я планировал делать десь у двадцатого но мы все понимаем что сталося и я сподіваюся что после войны это будет как плюс минус так адекватно как и до всего и я хочу поездить потому что у меня сейчас обставина то у меня простейше это будет это все я понимаю я сам думаю что закончится все победим этих придурков и куда нибудь куда нибудь я на румынию намылился очень сильно по румынии помечал даже маршруты прокладывал там замки все мне интересно румыния и с европой и с того что опять это где я не был но где я наслышан что прям хорошо интересно вкусно красиво недорого это Италия у меня товарищ в декабре в ноябре месяц пожил очень хвалил тепло вкусно интересно Португалию мне хвалили Португалию наверное дешевыми не назовешь скорее всего смотря с чем сравнивать я очень удивился вот когда в Берлин слетал сколько Берлин дешевый при том что Берлин столица центральноевропейской страны а Берлин называют самой дешевой столицей Европы я не верил пока не побывал оказывается там действительно дешево но дешево дешево это как дешево это когда ты за обед на двоих хороший обед оставляешь 12-15 евро по европейским меркам это довольно дешево ну я могу ошибаться но кажется Берлин вообще не очень туристический город в целом не знаю Берлин это тусовочный город туда прилетают тусить там очень много клубов там мощнее вот два города в мире это Берлин и Лондон где очень мощная тусовочная культура туда приезжают на дискотеки на клуб драйв рейв наркотики надо вот все врываться погулять посмотреть на настоящее там крутые музеи там крутой педагогамский музей крутейший да я не попал я не знал что может записываться за месяц крутейший музей естественной истории в который я тоже не попал потому что уже записываться за неделю теперь я знаю мне было по нему интересно просто гулять вот я из тех людей которые любят по городам просто гулять по улицам смотреть как люди живут чем город дышит мне блин очень зашел хотя да говори теперь послушаю ты кому? тебе я попрошу это кальян поправлял может вот сейчас понял а мне товарищ из Австрии вылизанной витриночной музейной Австрии говорил фу Берлин он грязный там бомжей много понаехавших много да там много бомжей как живут эти бомжи я местами палаткам спальникам и спрягия этих бомжей ходил и завидовал но это отдельная сказка еще вопрос сколько нужно денег куда-то он мне кажется его не разговариваю слушай а у меня тут ты сказал что там народ живет в палатках спальниках по месту это звучит достаточно интересно потому что я как человек который очень любит жить в палатках у них есть место что ты можешь прийти и в месте поставить палатку нет это бомжи окей там просто местные бомжи живут в палатках ну не поганящий вариант ну меня просто зацикавило что десь какось сделать дивный тур по Берліну с палаткой я знаю я на своем опыте проверял что с палаткой ты можешь стать в парке где угодно в той же Грузии вот я в Батуми ночевал под отелем Хилтон во дворе отеля Хилтон потому что я поставил палатку на набережной пришла полиция стоять что вы тут на набережной идите на территорию отеля охраняемая территория оставьте там палатку там безопасно и хорошо я такой ладно спасибо там для всего нормально прикольно когда я последний раз там был в шестнадцатом году да я понимаю в шесть лет много было измениться там с этим было отлично и я видел не я один такой был я видел других путешественников автостопщиков все которые палатки ставили в парках гамак натягивали просто между двумя деревьями где-то в парке гамак натянул и спит то есть если ты там костры не разводишь мусор не кидаешь ничего не нарушаешь то к этому относятся абсолютно нормально где я еще по палаткам по палаткам и дикарем в Молдове кстати в Молдове тоже было с этим абсолютно нормально Молдова тут такая прикольная ламповая страна ничего особенного там нет никаких особо достопримечательностей каких-то выдающихся мест просто мягкий климат мягкие люди красивая природа хорошее вино вкусная кухня мне Молдова зашла прекрасный автостоп просто прекрасный по Молдове великолепный как и по Грузии кстати по Грузии тоже очень очень хорошо вот я знаю по Турции многие путешествуют тоже палаточно-дикарским методом и я видел людей которые катают по Турции там есть где разгуляться Турция аж очень большая тоже вроде никто не трогает в Европе зависит от страны в некоторых странах нужно гуглить смотреть законы смотреть правила потому что в некоторых странах ты можешь нормально там даже на лавочке лечь поспать если есть у тебя желание такое и никто тебе ничего не скажет не ограбит полиция не загребет а в некоторых странах оштрафуют нужно смотреть различаются насчет денег я тебе скажу что вот в Азии в большинстве стран Югосточной Азии тебе тысячи долларов на двоих на месяц вполне себе ок не пятьсот на недельку а тысячу на месяц но это еще нужно налететь если это еще перелет стоит а что тебе кое-что и перелет когда я последний раз смотрел а последний раз смотрел в декабре когда я уже в Харькове блин выл от этой чертовой зимы сколько можно в декабрь месяц уже три недели зимы сколько можно то куда-нибудь в Таиланд стоило 10-15 килогривен перелет в одну сторону а в какую-нибудь прекрасную солнечную Индию из Киева можно было слетать за 5-6 тысяч гривен это инфа на декабрь прошлого года ну так туда мае сенс летит напевне на тиждень з такими цинами тобто туда мае сенс летит на якусь плюс-минус велику на месяц ти розумієш могу советовать Турцию потому что во-первых я очень люблю Турцию я обожаю Турцию во-вторых это страна вокруг которой столько стереотипов потому что многие в Турцию летают чисто пакетным отельным туром и по этому опыту делают выводы обо всей стране а это неправильно я просто тиждень десь может тут аквапарк там там же більшість людей навіть на море не ходить вони у отелі і тусять ну я це якось не для мене розумієш я у відносно дитинстві десь після 10 років там у 12 їздив у Крим на півтора місяці жити дикарем у наметі і розумієш там ми там у гори ходили ми там якісь радіалки по пляжу ходили чи кудись там їздили по музеям там у горний Крим ходили і після цього там жили на узбіччі моря більшість цих там півтора місяці і після цього піти у отелі жити десь це якось так ну таке не цікаво ну тут опять же кому что интересно потому что я в свое время походно-палаточного опыта вот так наелся и all-inclusive я еще на такий уровень дошел пока что мне это неинтересно но просто жить снимать где-нибудь комнату в отеле там по тому же Букин мне уже ну опять же я работаю в путешествиях мне уже интереснее и вот если ты любишь там горы походы и все такое опять же Турция есть прекрасный маршрут называется Литийская тропа это такой пеший маршрут по югу Турции от Анталии и на запад у меня им уже спокушали до войны я про него чув и наветь трохи думал вот это хороший хороший вариант ты ты там можешь тоже ты там можешь ночевать в домах снимать комнату там есть поселки по пути а можешь дикарем с палаткой жарить сосисочки на огне из вулкана то есть там есть локации где просто подземный огонь такие микро вулканчики газ газ горит и ребятки ходили в том году и там ставили котелок жарили сосиски на горящем горном газе это прикольно я считаю поэтому и жилье в Турции довольно недорогое ты за 15-20 долларов за ночь на двоих опять же мы путешествовали вдвоем поэтому я кстати ценник соло и ценник вдвоем почти не отличаются на жилье и по еде хорошо и в целом Турция очень хорошая я Турцию скатал вдоль и поперек вверх и вниз с топом автобусом но еще хочу она вот такая разнообразная такая интересная хочется еще Турция Грузия два варианта так я знаю насчет отелей ты вот не был я рассказывал прошлый раз про Египет есть вот есть Египет в котором только отели а за пределами отелей страна не самая приятная не самая интересная не самая ее сложно самостоятельно исследовать путешествовать а вот Турция как раз наоборот Турция за пределами отелей она очень комфортная ты можешь по ней смело перемещаться на внутреннем транспорте общаться с местными снимать жилье кушать в придорожных кафешках и будет тебе счастье давайте раз уж мы пока здесь сидим пока сидим давайте назначим таймер до 10 потому что у меня тоже там поужинать чайничек поставить я сейчас поставлю кальянный уголек и 45 минут по запросам трудящихся подразнил в прошлый раз и не показал покажу прекрасную коммунистическую страну страну победившего коммунизма страну с серпами и молотами за которые меня банили на фейсбуке правильно Лаос он же Лаос сейчас я уголечек поставлю и вернусь к вам на фейсбуке как мне с одной стороны очень нравится тихие вечера последних дней как бы это ни звучало с другой стороны эта тишина уже немножко напрягает сейчас я закинул в чатик затравочку и Лаос 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 да так я тебя вижу ага разный вопрос в разрез готовящейся темы только что появился ты удивлялся точнее как не удивлялся а обращал внимание на то что Албания на самом деле не Албания были ли еще у тебя какие-то такие интересные открытия по поводу того что какая-то страна на самом деле Грузия называется так только в международной практике из тех которых Грузия ну Грузия это понятно это более-менее общеизвестный факт сейчас скажу Индия как индусы называются Бхарат как Бхарат Бхарат у них много в языке много Бх Бх звукосочетания Индия Бхарат Махабхарат Вот это прикольно согласен Эпос Махабхарата А ну да то есть это вот это Бхарата это да я понял прикольно А из тех где я был ну из тех где я не был от Финляндии да логично в Суме просто скажем так про самоназвание про отличающееся самоназвание стран Европы люди более-менее знают да все более-менее знают что там Германия это Дойчленд ну и далее по списку а вот из азиатских стран ну как бы все понимают что Китай на самом деле не называется Китаем нигде кроме русско и украиноговорящих ну там славяноговорящих стран вот ну и вот мало ли вдруг еще что-то прикольное вспомнишь Ну у Китая самоназвание блин я не помню это нечаянно у них тоже какое-то интересное самоназвание в переводе земля людей а как это по-китайски я не помню я помню что по-японски Китай Чуй Гок может быть что-то родственное не помню чего не помню того не помню итак прекрасная великолепная страна Лао народная республика людей полное название самоназвание республика людей Лао республика тысячи слонов и белого зонта вот то есть обычно Лао Пи Диер называется People Демократик Републик но еще в официальных добавляется страна тысячи слонов и белого зонта и первое что я увидел в Лао это монахи в автобусе заходишь в автобус забавный факт граница между Лао и Таиландом проходит по реке по Миконгу через реку ведет мост дружбы и что я заметил в большинстве стран где я был когда граница проходит через реку то всегда мост называется мост дружбы всегда просто всегда деньги Лао да у них тоже свои цифры как и в Таиланде и в Мьянме и у них какие-то мужики похожие на генсека в компартии на панкноты с этой жены вот реально какой-то советский генсек родом из Бурятии в Башкирии ну вот и первое тоже что было сейчас в глаза в столице Лао это вот эти вот прекрасные флаги справа молот слева серб это наш лаоский гяб это местный король Лао страна не то чтобы не туристическая она умеренно туристическая но там нет моря поэтому туристы которым важно именно морюшко многим важно именно морюшко в Лао не летят не едут потому что там морюшка нет но там есть прекрасный город гекончик кто еще не видел прошлые эфиры да это традиционная живность для юго-восточной Азии гекончики которые везде они тупо везде и все бы ничего если бы они весной в трачный сезон не начинали чирикать они пронзихи но так чирикают свистят когда у них начинает сезон спаривания они начинают орать это столица Лаоса Лаоса город Вьентьян ничего особо не шекиного стандартный ювашный городок пара храмов интересных храмов все отличаются от тайских расцветкой в Таиланде немножко другая цветовая гамма и в Таиланде нет такого количества наг в Лао везде наги 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 вот змеи нагголовые это наги они в Лао обязательно перед и в каждом храме вот под козырьками наги везде наги 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 мне лично Лаос мы туда приехали на визаран то есть обновить визу тайскую закончилась виза тайская нужно было ее обновить за этим обычно на полдня на два дня приезжают в Янтиан там оформляют визу еще на два месяца и едут обратно в Таиланд особо вглубь Лаоса не забуривается но приключенцам же везде интересно поэтому мы быстренько погуглили что там в Лаосе интересного и такие а давай давай дернем вглубь страны ну и дернули это просто утренняя это завтрак в общем монахи завтракают и люди я так понимаю низкого дохода статка приходят и тоже можно сесть и покушать ложка риса кошка сказка посидим ол вау твентьян это не тот город который бы я советовал прям обязательно маст визит очень интересное такое но для общего развития прикольно стоять идешь пуляешь по городу какая-то ступа хрен знает какого года табличка двенадцатого пятнадцатого сама ступа явно старше я не думаю что с пятнадцатого до семнадцатого так заросла вот что мне понравилось в лау арка арка победы конечно триумфальная арка тоже если в какой-то стране есть вот такая подобная арка то она по-любому будет называться либо арка победы либо триумфальная арка либо какие-то вариации на эту тему что в Берлине что в Нью-Дели что в Вьетяне что в ой как его что в Пномпене это обязательно будет арка победы да там есть Билайн да я просто думал ты про эту арку расскажешь и если там просто в честь чего я просто считал про нее там очень прикольный момент в честь чего она поставлена и как ее строили вообще без понятия можешь вам сказать это арка победы над американцами то есть в этой в Вьетнамской войне да то есть причем чтобы ее построить Вьетнам взял кредит у кого США хорошо 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 вьетнамский народ мудр вот я сколько знаю Вьетнам разумеется Лаос извините Лаос взял кредит у США а не Вьетнам взял кредит у США я думал в Вьетнам думаю вообще вот хитрые ребята да ну насчет Лао насчет истории Лао вообще стоит наверное рассказать да в Лао была война то есть как война была вообще между Вьетнамом и США но она была в Лао потому что через Лао шла часть так называемой тропы Хо Ши Мира по которой перебрасывались техника оружия боеприпасы поэтому американцы бедные несчастные Лао которому нахрен не нужна была эта чертова война они его бомбили просто нещадно на Лао там скинули какие-то сотни тысяч авиабомб за два года этой войны там использовали химическое оружие там потравили половину рек там выжигали половину джунги то есть эта история Лао во время Вьетнамской войны это больно читать это просто больно читать потому что ребятки в чужой войне в абсолютно чужой войне пострадали меньше чем страна которая воевала ну вот эта арка да как целый я в честь побед над штатами ну окей не ну все правильно по итогам таки Вьетнам же победил США почему бы почему бы и да храмчики храмчики вот если я же еще не показываю Таиланд в общем я буду показывать Таиланд там храмы другие пока что просто поверьте именно на слово и вот в отличие от Таиланда где в большинстве мест храмы это скорее туробъект чем храм в Лао они какие-то более настоящие более живые в Таиланде большинство храмов это место где куча туристов фотографируется и где-нибудь в углу где там монах сидит а в Лао не очень много туристов в храмах очень много монахов очень 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 развитый институт монашества более развитый чем в Таиланде или там не знаю в Мьянме и поэтому храмы на мой взгляд какие-то более живые более органично вписываются в окружающую реальность вот вид на Вьяньян храмов очень много Лао очень очень буддистская страна глубоко буддистская страна а вообще Лао это китайцы то есть народ Лао это племена из Южного Китая которые в свое время решили да как-то что-то император задолбал налогами своими чиновниками в желтых шапках свалим мы отсюда пойдем Южнее свою страну скротим тогда так можно было да банкнота Лао абсолютно такая коммунистическая сферический коммунизм в вакууме рабочие серп и молот пшеничка звезда трактор я знаете я смотрю на трактор думаю так что-то не хватает почему он не тащит танк что-то на этой картинке не так в Вьяньяне есть локация в пригрыбе называется Будда парк история какая там жил он живой он сейчас где-то в другом месте живет жил местный скульптор художник немножко скажем так немножко творческая личность и он решил а извояюкая до хренища скульптуру до тему буддизма и освеченные темы и он там был небедный товарищ забабахал парк имени себя и там большой такой парк вот таких вот странных местами очень криповых скульптур это внутри внутри огромной головы три этажа символизирующие небеса землю и ад вот это этаж который ад это все ваял один чувак много лет там ваял но он был очень творческий у него было много денег и свободного времени поэтому он наваял да что-то я не помню в буддизме есть ад я задумался по-моему что-то есть надо погугли то ты ты меня озадачил ты меня серьезно озадачил может чувак просто лепил как он видит на этой фоточке хорошо видно что я не выспособ это небеса кажется вкурить вкурить вот вот эта голова это вход вот эта фотка это была внутри а вот это вход вкурить все эти авторские концепции задумки без употребления того что курил автор мне кажется невозможно но там много 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 очень 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 странных скульптур это еще не самые странные нет 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 а Будда лежит и я полежу есть нормальные просто нормальные Будды относительно но есть там экземплярчики экземплярчики да это уже индуизм поэтому мне кажется чувак фаял просто все что хотел да а что за мужик с гитарой играет Будда на предыдущем фото хороший хороший вопрос не знаю чугун код вечер там автор просто автор дал волю своей фантазии просто отпустил себя там сейчас будет еще интереснее я поэтому парку ходил и просто орал чай относительно относительно норм ну кого-то едят возможно это буддистская версия этого иона иовы которого кит скушал пророка вот вообще какая-то вариация Будда плюс Санта Муэрте ох фига себе на горизонте исходящие так мощненько пошли ух все от нас все от нас из Харькова с приветом мне кажется каждую статую из этого парка можно просто делать отдельную фоточку и устраивать конкурс на самый смешной комментарий самую смешную подпись к этой статуе вот вот что что это это русалка Будда ест колобка нормальный Будда или вот вариация на тему помесь калии и гикотенхейра судя по количеству голов скорее гикотенхейр но так как это буддистская страна вот хоровод русалок вокруг какой-то головы в общем я не знаю что имел ввиду автор если б я не знал что в Лаосе скорее всего не в курсе про славянскую мифологию потому что последующая предыдущая статуя это славянский бог этот руевит который как раз 9 голов вот так вот один на другом куча рук и так далее но они вряд ли про него знают хозы хозы может просто скульптор был очень многогранный и ему такое привиделось кстати в Лаосе самый дешевый крепкий раколь в Азии называется Лао Ликер Ликер самогон да я просто хочу заметить что этот четырехголовый тоже в славянской мифологии кто-то есть потому реально местами очень смешно но полет фантазии прямо скажи да я в восторге прямо это какой-то Сальвадор Дали какого-то там наверное давнешнего века не это современный чувак он до сих пор живой а я думал это там лет 200 этому всему не не это свежачок относительно я ой извини 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 сейчас не туда нажал прости да да говори шикой я тебя включил я просто думал что это конец 1800-х где-то в таком районе вот оказывается это прям конец прошлого века нет сейчас я тебе сейчас быстренько скажу когда когда его забабахали сейчас буддопарк в Янтияну в Янтияну в Янтияну по месту называется Ват 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 на местном храм Ват Сиенг Хуан скульптурный парк религиозной тематики на берегу Якимикон 200 скульптур ля-ля-ля основан в 1958 году вот это конец 50-х статуи некоторые статуи выглядят странно говорит на Википедии окажется что статуи несколько лет однако это ошибочное впечатление сделаны они из армированного бетона да включил мне в принципе уже ответил на мой вопрос который мне возник просто они выглядят как будто 200 лет в смысле это нифига не комплимент в смысле они раздолбаны до такой же степени думаю поэтому такие мысли возникают но из 50-х годов то да в принципе какая-нибудь девушка с веслом у вас примерно так же выглядит вот посмотрите на это просто посмотрите на это а выглядит потому что тропики и все очень быстро покрывается мхами лишайниками растительностью панами кокосами мартышками ой какая же упор это какая-то интересная асана в йоге вот это то что называется кошка-корова в йоге и с дополнительным весом на спине да ты с ума сошел вообще такое на ночь показывать простите извините еще немножечко там буквально чуть-чуть или вот так у меня закончились смешные комментарии все я сдаюсь фа-фа-фа фа-фа 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 комментарии закончились статуи остались автор молодец что я скажу автор большой молодец вот он задумал что-то воплотить взял и воплотил да я думаю может быть люди которые шарят в буддизме и индуизме видят в этом больше смысла не уверен да Сергей я тебя включу прием-прием я тебя слышу отрывками буквально звуками я тебя очень плохо слышу как коммунистический режим я тебя плохо слышу но наверное вопрос был как коммунистический режим такой разрешил не знаю я вообще сейчас быстренько классную википедию что это вообще за чувак который это все построил я вспомню что он был ага тайс-калаосский мистик мифотворец религиозный лидер из культа вдохновленной символикой буддизма индуизма ля-ля-ля-ля-ля ага этот чувак еще и лидер какого-то культа лидер харизматического культа одна из разновидностей новых религиозных движений бошечки кошечки так я не я не полезу это глубже тут какие-то сектанты ребятки какой-то харизматический культ сплоченный вокруг определенной личности признающий саму себя в качестве носителя божественной харизмы сектанты да или я просто насчет того как коммунисты это разрешили я все просто сама же сказал что 50-е годы а это советская власть прости господи в Лаосе установилась только в конце 60-х так что он до того успел а вот почему они это не взорвали к чертовой бабушке их народ наверное даже понял они решили что если они взорвут это просто духи всего этого высвободятся и тогда жопа будет да просто чудесно теперь отсыпьте мне пожалуйста того что курил лавтор ну вот это заходи отсыплю как только доеду до Харькова обязательно сейчас секундочку мне просто после такого увлекательного экскурса в лаоский буддизм самому нужно немножко расчехлиться да ничего противозаконного просто нюхать лентабак спасибо белка да ты просто так сказал отцыплю если придешь в гости как будто бы у тебя есть такая а я же трава как курил тот автор нет и вообще как говорится группа анакондос против наркотиков да так давай и давай будем дальше переходить а то мы так сейчас будем ржать весь вечер у меня вопрос не в тему этого замечательного ландшафтного парка я когда услышал фразу как коммунизм сочетается с у меня сразу возник вопрос как коммунизм сочетается с наличием в стране короля то есть с монархией по факту хороший вопрос я думаю там король был до коммунизма не подожди сейчас это республика сейчас это демократическая республика а то есть король там на память стоит да там король он еще не знаю каких времен я думал он там сейчас не 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 там сейчас премьер-министр президент все дела так вот немножко выдохнули порвали после виньяна я поехал в очень очень распиаренный очень разрекламированный городочек городочек поселочек Вангвьенг в центральном Лаусе и я плевался дальше чем видел потому что история поселочка поселочка такова что в 60-х туда масло поперли хиппи и там было дешевые наркотики секс дракс рок-н-ролл и там была такая огромная хиповая хипанская тусовка и всем было весело все пухали курили и размножались а сейчас былая слава как бы осталась и там действительно в этом городке больше нечего делать кроме как бухать и курить там на каждом углу либо бары где ведерки вот такие знаменитые бакеты в Таиланде в Лаусе есть такая штука бакет называется это ведерка пластиковая детская ведерка водки с редбулом я слышу вы сейчас сказали какая гадость да да это ведерка водки с редбулом которая очень популярная штука почему потому что приезжает в Астамбуда тусить кто в Юго-Восточную Азию приезжает в большом количестве тусить европейская молодежь школьники у которых после школы и перед универом есть год отдыха год отпуска когда они тусят по миру активно познают мир тусят ну и естественно подростки бухают в основном они летят едут там из Америки из Европы в очень дешевую для них Юго-Восточную Азию и там отрываются на пол просто на пол в том числе в этом прекрасном нет Ван Генге я как бы не фанат такого отдыха поэтому мне Ван Генг он зашел по природе потому что там я сейчас покажу там очень красивая природа да и там вот на таком передвигаются Мэд Макс Лаос Эдишн вот но мне он не зашел тем что там нечем заняться кроме как изгонять духа такими кинжалами а то есть бухать в барах да это народные кинжалы для экзорцизма я думаю что если бы я на тот момент еще планировал возвращаться к ролеплею бегать по лесам с деревянными мечами то я бы оттуда вот этих кинжальчиков бы понатаскал понатаскал да почему они без понятия это был бомжатский этап моего путешествия это был еще бомж пип я еще стопил туда поэтому такие вещи я просто не спрашивал да я что-то припоминаю в каком-то фантастическом или фэнтезийном фильме то ли середины нулевых то ли что-то вот в этом роде подобный кинжальчик который там орал что-то это фильм по комиксам DC называется Тень ага да только что хотел это сказать так что можешь меня отключать в принципе обратно да он там орал и превращался еще в человека соответственно да то есть ну только там был китайский а не лооский но в принципе один хрен так рядышком это вообще был мой первый фильм по комиксам в моей жизни еще новее сейчас кассете вот там сейчас папа меня слушает он помнит еще по ТВ даже показывали вот там вот Патве с Аликом Болдуином в главной роли да топус я тебя включил прием-прием топус ты здесь видимо не здесь ладно я пока не отключаю а вообще отвалился наверное переподключается вот природа вокруг этого поселочка природа офигенная вот эти меловые скалы вертикальные торчащие уэрх кидалом о да говори ну тут уже все сказали это дедушка Бэтмен это первый комикс собственно говоря первый супергерой но не первый супергерой первый супергерой все-таки Супермен но на другой он раньше был Супермена посмотри подожди я просто большой спонаттенем опачки опачки и если интересно можешь посмотреть он в современных комиксах Бэтмена проскальзывает как его учитель периодически в роли его одного из учителей или в роли одного из его дворецких и периодически у него даже общие арки есть а я читал я читал когда Бэтмен приходит к нему в Нанду Парбат учитель подскажи мне да-да-да слушай 31-го года комикс ты прав конечно спасибо ну блин вообще если то пошло самый первый супергерой вообще по-хорошему можно назвать одинокого рейнджера который вообще в том или ином виде появился в конце 19-го века то есть почти современный вид правда он не в комиксах а в этих в формате Pulp Fiction появился изначально но как бы да он был раньше не буду спорить но наверное дискуссию мы вчера просто в чатике начали дискуссию про комиксы да и длилось до 4-х часов утра поэтому давайте не будем повторять сегодня этого не повторяйте это дома так вот Ван Генг природа природа зашибись природа просто зашибительная собственно если туда ехать зачем-то если если хочется побухать крепко так крепко так побухать крепкого такого бухла за совершенно какие-то смешные денюжки либо походить по вот таким горам но это вам не Карпаты это вам не Крым вход на каждую гору платный и переход через этот мостик тоже платный вот ты идешь через село идешь к горам да а эти простите коммунисты они немножко не охренели в смысле какой-то там капиталистический коммунизм да охренели согласен так как это был еще мой бомжетап путешествия я плевался вообще возмущался народное лаусское блюдо ха-ха лаусское панкейки вообще страны югосточной Азии среди европейских американских студентов неофициально называются тропа банановых блинчиков банана панкейк банана панкейк трейл потому что там везде на улице продаются вот эти вот блинчики панкейки бананы так как у нас на момент было очень 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 мало денег в основном мы этими бананами и питались вот такие прекрасные кадры столько монахов разного возраста и пола как в Лаосе я не видел нигде по Ювазе там их как-то прям очень много вот пожалуйста плати там было плиз тупый но потом поняли что это неправильно так писать и ту стерли пожалуйста плати хочешь через мостик пожалуйста плати на мостике пофоткать бесплатно можно к счастью вот тот самый мостик по нему автомобильчики ездят а местным бесплатно вот эти самые авиабомбы которых на Лаос скидывали в ахребительно большом количестве и Лаосцы из них делают все опоры для мостов сваи для домов лодки посуду и конечно же сувениры для туристов да ну я думаю мангал из хвостового оперения ракеты недавно ты видел да конечно скоро будет то же самое ой шутка знаешь это было бы смешно если бы не было так грустно ну а там жирич ну да ладно я надеюсь что мы выйдем из всего этого с меньшими потерями чем многострадальный Лао я уверен в этом и ты идешь такой пешком потому что у тебя мало денег и мимо китайские туристы на баги фоткают тебя потому что ты идешь пешком интересный микс культур правда пока вы смотрите на Лаоскую Вальхалу я уголечек заберу вы меня спрашивали есть ли в буддизме ад в Лаосе как в Греции все есть даже в Альхала вижу ваши руки я как раз вернулся да гугл говорит что в буддизме ад таки существует и так же как и в индуизме заведующий ада он же бог яма яма как и в даосизме кстати так Илья я тебя вижу я тебя включу а вообще учитывая что Вальхалла в мифах это место не прекращающе бухича то в общем вполне совпадает с тем что ты рассказывал про отдых Лао знаешь я в таком контексте об этом не думал теперь задумался ага не только бухича но еще и мордобоев я думаю мордобоя им за предыдущие десятилетия истории ой как хватило вот гора на которую тоже дополнительный прайс за вход ты платишь денежку там сторожу и лезешь на гору залезаешь на гору там наверху кушке беседка и вайфай 4G и вот такие офигительные виды вот все такие виды лаоса я и люблю горы 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 кактусы какие-то сейчас сейчас так я тебя вижу сейчас я немножко все-таки порассказываю полистаю увлеклись рисовые поля просто рисовые поля и пока вы смотрите на лаосских школьниц да я просто хотел сказать что там очередная гора похожа на профиль лежащего человека но это таких много это в местном магазине там просто много фэмилии бизнеса то есть магазин он же дом там люди на втором этаже живут на первом магазине вот чтобы ребенок ребенка комары не кусали значит ребенок в магазине не мешал ему делают такой навесик магазинчик и между полками спит ребенок это самая стрёмная дорога в моей жизни в лаосе очень много гор и большинство дорог это горные серпантины в состоянии дорог в лаосе ну вот многие как бомбили так они так и остались в таком состоянии ты едешь по горам перепады высот укачивают жутко перепад высоты очень большой ты поднимаешься через перевалы везде военные базы вдоль дороги ходят солдатики с автоматами понятным причинам я их не фоткал племненькая такая дорожка была высокогорье то есть это не туман это туча а вот это лучшее место на земле лучшее место в лао городок луанг-пра-банг он же луанг-пра-банг городок европейских пенсионеров туда приезжают французы британцы американцы проводить пенсию жить там просто и я понимаю почему это один из самых северных городов лао возле китайской границы уже он очень уютный очень милый там небольшие колониального стиля домики много заведений а это там традиционное развлечение на рассвете кормить монахов то есть ты встаешь до зари идешь на главную улицу покупаешь там ведерко с рисом такой тудисок садишься на стульчик и ждешь и понеслась то есть с рассветом из всех храмов в луанг-пра-банге до хренища храмов выходят монахи заходят проходят и все им туда жмень курица конфетки печеньки в бат в корзиночку закидывают такая оранжевая река по улице найдет их там много вот улочки луанг-пра-банга милейшее местечко просто я второй раз когда был в лаосе я уже никуда не заезжал напрямую уехал в прабанг и там месяц жил потому что там кайфово куча храмов куча кофеен ночной рынок меконг течет по меконгу можно лодочки покататься можно просто на набережной посидеть повтыкать такой небольшой городочек совершенно крошечный километра на два наверное если не меньше какой-то прям нереально уютный да а можно пояснить что значит ночной рынок а то у меня про ночные рынки в Азии реакция только по книгам про вторую мировую где там черные рынки так назывались а ты что-то тоже такой нелегальный или просто рынок который ночью работает ничего такого просто большинство рынков в Ювазе и в целых матриках они вечером потому что когда уже не жарко когда солнце не жарится поэтому они называются night market и все и есть утренний рынок на рассвете это для местных там местные покупают овощи фрукты фермерские продукты а есть вечерний night market он в основном для туристов там всякие сувениры хахтамал и все видно что это лаус очень много спа и в лаусе народное развлечение это народный тип досуга это сауна очень много саун очень много саун реально вот в янхяне в парабанге везде очень много саун и местные просто вечерами ходят париться пить зеленый чай читать газеты беседовать беседы тоже стоит то все какие-то совершенные копейки за дополнительную плату можешь там всякие скрабы гели шампуни себе природные взять и сидеть там сидеть отмокать в парильне потом в холодный бассейн потом в парильню кайф местные местный транспорт общественный называется сонгтео извозчик спать изволит что-то старое музеечку как вы видите по фото Луан Прабанг в основном застраивали не местные рассвет над Меконгом красота собственно великая река Меконг в Прабанге я частенько вставал в 5 утра потому что там то ты утром встаешь монахов кормить то ты утром встаешь лезешь на священный холм чтобы посмотреть на город на рассвет над городом и самое обидное когда ты проснулся до рассвета поперся над холм заперся над холм рассвет ждешь и тучи и рассвета нет разочарования вид со священного холма ну рассвет рассвет не удался поэтому что да пришлось следующее утро тоже вставать и ползти утро раннее утро туманное кстати насчет этого холма этот холм упоминается то ли в Рамаяне то ли в Махабхарате Махабхарате простите это холм который по легенде где-то спер хануман он там где-то спер гору кажется в Индии или на Шри-Ланке и притащил в Лаус вот самую гору хануман который бог обезьян взял и спер гору местной локи сейчас Илья что-нибудь скажет на эту тему давай Илья сейчас что-то скажешь ты пропал ты все еще пропал пока я тебя не слышу а еще в этих храмах очень много порталов по ингрессу они у нас это поняли например тот же самый Миконг он называется нашим гангом то есть я их насколько помню называют то есть возможно они гору которая была изначально в Индии перетащили фигурально для себя перенесли в Лаус возможно там просто есть табличка с легендой что вот эту гору спер хануман и тебе напомнить что в Белгороде стоит памятник Владимиру Великому с подписью что Владимир Великий основал Белгород не знал не видел что Белгород основан вообще-то в 17 веке совсем другим человеком да то есть но тем не менее стоит окей я тебя услышал я понял еще одна народная лаусская забава о ней потом будет отдельных много фото лодки там каждый год проводится масштабный недельный фестиваль гонки гонки помикону на лодках это очень круто я попал туда вот это в храме да в храме это королевские лодки то есть лодки королевской семьи вот такая вот лодушка ладья а храмы крутейшие храмы один круче другого я тут я в Лау был после Таиланда и я думал что все храмы приелись мне храмы и хватит с меня храмов и тут я значит приезжаю в Хуанпробанк и нифига не хватит с меня храмов мартышка мелкая грустная мартышка это колесница с урнами для праха это тоже каких-то монарших особ когда кремируют и прах их в урны и вот на этой креснице прах прокатывается по улицам да а у тебя не было желания какую-нибудь там мартышку отловить приручить в этом отношении и там чтобы путешествовать завести как страшное животное я не люблю обезьян так что так что ходить в оперу с красивой дамой быть шпионом и воспитывая ручную обезьянку как говорил подливянский нет то есть в оперу с красивой дамой да а ручная обезьянка пожалуй без меня да я первый свой визит в пробанк очень много фоткал храмов простите они просто клевые я не мог их всех не фоткать вот night market вечером рынок туристический сувениры ничего противозаконного в лао очень много elephant sanctuary слонов их убежищ то есть местные экоактивисты так сказать выкупают слонов у фермеров фермеры их юзают до сих пор как живую рабочую силу да и держат вот показывают но тут у меня есть маленький вопросик к этим активистам они вот этих слонов держат да клево можно их там погладить покормить но при этом но при этом вот я тогда был не настолько осознанный да я катался на слоне каюсь грешен очень неудобно кстати штук на его спине дико шатает очень штормит но когда я уже был второй-третий раз в лаосе уже прикрыли эту лавочку то есть остались эти убежища но на слонах кататься запретили то есть тренд на гуманное обращение с животными дошел к счастью и туда но когда это был первый раз в семнадцатом году на слонах еще катали ага я не понимаю в чем вообще проблема со слонами это же как лошадь по сути то есть это животное которое давным-давно человек приручил использует своих ну как лошадь только и корова только крупнее почему они борются с этим с тем чтобы на них не катались там я понимаю там цирк всякие извращения но просто хозяйство охренеть последние годы еще не настолько преисполнился последние годы европейцы европейцы подняли хай что вот этих в основном в Таиланде в Таиланде больше всего туристов подняли хай и многие вот такие штуки они наоборот стали на своих рекламах писать что мы не катаем на слонах вот такие мы продвинутые значит и осознанные а ты кстати в новостях видел в декабре прошлого года про это про нет не лето прошлого года про это стихийное бедствие которое по Китаю ходило стадо слонов на себя все на своем пути их прям что их вот как раз из-за этих законов их нельзя было просто перестрелять и поэтому они как-то пытались управлять этим стаем там несколько десятков голов то есть они просто там могли деревню там не растоптать но там покоречить там разрушившие дома пройти там через нее ну в общем там было что-то типа природного бедствия они не знали как с этим не уничтожая что-то с ними сделать но суть в том что да то есть видимо действительно как-то сути со словами у них очень понятно зачем их защищают не спрашивай не спрашивай иногда просто вот экоактивизм экология вот это все устойчивое развитие sustainability 3R это все очень круто но не без перегибов перегибы случаются смолники прикольные медведи лао родина медведей там есть медвежий парк медвежий парк а он перед крутейшей локацией медведики медведики крутейшая локация водопад Куангси один из самых красивых водопадов в Азии и самый красивый водопад из всех что я видел в своей жизни там много ступенек террас в них можно купаться да цвет первый раз мне повезло когда я был второй и третий раз вода была коричневой потому что сезон дождей глина горы размывала а первый раз я был в сухой сезон и вода была чистой вот такой бирюзовой цвет водопада зависит от сезона первый раз мне повезло на самый приятный ему цвет вот водопад Куангси офигительно это можно подняться вверх сверху над водопадом уже там лавочки качельки над водой и можно лодочкой покататься очень крутая локация просто в первый раз я туда ездил с таким с таким себе туром то есть от отеля нас возили и поэтому там был лимит по времени где-то часик полтора а второй раз я уже был с правами и я просто брал мопед и ездил туда самостоятельно на целый день самостоятельно конечно намного круче это мы вели урок в лавской школе что-то вот захотелось пришла в голову мысль почему бы местным деткам деткам пардон не рассказать про страну Украину про которую они вообще слыхом не слыхивали и у нас тогда было ну опять же это был еще бомжатский этап путешествия то есть у нас было мало работы мало денег но очень много времени и мы нашли в фейсбуке группу местной школы обучения на английском у нее директор британец написали этому директору сказали а вот можно мы к вам придем и проведем открытый урок расскажем детям лава про Украину чувак солдат почему бы и нет слева директор приходите накачали из угла фоток там Карпаты Киево-Печерская Лавра Хатоп это все дети были в восторге дети просто были в восторге от всего фоточки со снегом было прикольно ну это это даже не школа это такой себе колледж то есть там учителя иностранца европеец углубленное изучение инглэша и все такое просто просто пригороды городка храмы 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 скоро закончатся честно-честно первый раз он такой тебе все интересно ты все фоткаешь просто парк вечером храмы чем-то храмы еще храмы это это местная местная электричка дело в том что там многие поселки в Лаосе с ними вообще нет сухопутного сообщения они вот на берегу рек и сообщения между ними чисто вот на таком речном трамвайчике и последний раз когда я был в лаусе я плыл из лауса в таиланд на такой лодочке и это прикольно почему это прикольно раскручивать позже когда будут отдельные фото меконг не грязный там просто глинистое дно вода чистая просто глина у меня снова перестали снова перестали соцфотографии я обещал до десяти но так клауса в целом осталось немного я закончу лаус и и тем более что ему тут осталось это снова это центральный храм центральная ступа винтиана покрытая сплошным слоем золота называется очень оригинально называется золотая ступа золотая ступа золотая это не туалет это храм туалет там справа за углом нет вот это большое здание это не туалет да просто вопрос за душу радует радует греет центральный храм крутой крутой большой золотишко дорохобохато главный храм страны как никак будды тоже позамоченные листами вот вся эта ступа покрыта не сусальным а листами натурально золото откуда у них столько золота не спрашивайте не знаю на мыле будда лежачий прикольный павильон он весь расписанный сценами жизни и геяний господа нашего будды комикс ты ходишь вверх смотришь и изучаешь жизнь принца гаутама вижу сейчас мировой гонг мира да ходишь изучая жизнь гаутама будды периодически стукаешься башкой в колонну да именно так вот тут кстати я распознал не все символы то есть я вижу ислам христианство буддизм даусизм и видимо разные вот эти вот вверху это разные школы буддизма наверное это большая коресница малая коресница и прочее ответвление от евдоизм я вижу я думаю какое-то сектанство тоже присутствует как это правильно называется новые религии да ну ты тут все башкой окол но в принципе в православных храмах то же самое то есть те же росписи с этими жизнями святых абсолютно такая абсурдно та же фигня на самом деле то есть то есть согласен да популярное развлечение полетай над меконгом на том берегу уже тайланд на этом берегу лао на том тайланд тоже очень популярная штука что в таиланде что в лаосе вечерняя аэробика вечером где-нибудь в парке или набережной собирается толпа в основном женщин среднего возраста перед ними становятся инструкторы в цветных обтягивающих лосинах и под задорное диско стиля девяностых начинают делать гимнастику и туристы на фоне делают салфачи вот инструктор справа стоит инструкторы на постаменте и давайте девочки растрясем целлюлит я даже ходил это весело вот вечерняя аэробика популярная тема я кстати лаосцев вот таких полных я не видел как в целом и тайцев тайская виза 1000 бат на секундочку 800 гривен как правильно пить корону правильно вот так на этом я могу сказать что лаос окончено нет у меня есть еще немножко фото уже с следующих визитов когда я уже в лаос приезжал во первых с лучшим фотиком во вторых уже четко понимая что я хочу от той страны что я хочу здесь посмотреть и что если страна представляет вот когда я делал второй круг по ювазе первый круг был такой ознакомительный а второй круг уже был более осознанный мы уже прекрасно понимали куда стоит ехать куда не стоит ехать что стоит смотреть что не стоит поэтому второй круг и с работы было получше с деньгами второй круг вышел намного насыщеннее это фоточки это фоточки из вайбера отдельно является фото которые вот это самая ведерко ведерко с водкой и редбулом да грешен приобщился потому что там было больше абсолютно нечего делать по моему лицу видно как я люблю ранние подъемы да ну и как сколько ведерок выдержать можно на это это я одно я не ставил церкви набухаться то мы одно на двоих ведерко приговорили и норм ага на фотке с этим ведерком по твоему лицу видно не только то как ты любишь просыпаться очень-очень рано но и насколько тебе нравится это самое сочетание водки и редбула и насколько мне нравится вообще вангвьенг ага это второй визит уже это четко-четко ехал в Луангпробанг это перед храмом правила поведения ну дайте тишину относитесь с уважением к монахам и одевайтесь соответственно да это под защитой ЮНЕСКО город мопеды 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 везде мопеды конечно же за эту фоточку меня забанил фейсбук не знаю кто-то наверное пожаловался что неприемлемый контент коммунистическая символика ай-яй-яй я три дня пробыл в бане у фейсбука а ага вот за тот гонт со свастикой тебя не забанили ага а мне понравилась твоя предыдущая фотография где вот эта штука висит на бане серпомолот то есть не нет когда ты давно отмакывал то есть на предыдущем пакете фотографий то есть там а да и это поскольку у меня дурные ассоциации со спа я только вот на таком месте вешать коммунистическую символику конечно понял это много лавовских денег и мало мало отечественных денег немножко можно пока про кухню кухня лавовца прекрасно много морепродуктов в море река продуктов много рыбки такие вкусные штуки как жареные стебли бамбука это очень вкусно молодой бамбук обжаренный в масле это очень вкусно серьезно и в целом кухня разнообразная вкусная интересная мне очень нравится как в пробанке оформлены банкоматами местные отличаются кстати внешне гамарцев от тайцев от хьетнамцев они вот визуально внешне похожи на что-то между среднее между тайцами и китайцами больше китайцам это все тот же прекрасный лаван про банк уже просто на лучшую камеру рисовые лепешки сушатся это рокар почти как на кубе скупание слона хочешь большой и чистой и скупай слон прикольная гифка получилась смотрите смотрите что есть когда я первый раз был в пробанке этого еще не было когда я был последний раз в в двенадцатом году у них уже вот мини-со появилась в харькове его еще не было в лаусе был это пока фрам ходила на массаж я сел в барчике ну и сидим что-то как как водится смол ток с барменом бармен оказался чувак из сауст сауст гэмпшера британец который ну ему скучно было в своей родной британии он приехал в лау строился барменом в барчик в пробанге и мы сидим я пивко пью на баре смотрю стоит на на полочке там бутылочка какая-то с чем-то таким прозрачным это что это знаменитый лау-лау да лау-лау это самогон местный который типа однодолларовый самогон его очень любят туристы он такой ну да хочешь попробовать давай еще наливает он мне стопку этого лау-лау опрохинул ворм он такой смотрит а вы откуда в Украине а наливает мне вторую тот же night market мешают шейки смузи из любых комбинаций фруктов то есть ты выбираешь какие фруктики и тебе из этих фруктиков мешают прям при тебе в блендере свежий смузик и с этими же фруктиками делают блинчики пол бакса кажется цена за такой смузик ага а я такое ты снова пропадаешь пока я тебя не слышу тоже особенность лау-лау французы и французы оставили в наследие выпечку и кофе то есть лау офигенная выпечка батоны багеты французские и офигенный кофе это варианты блинчиков блинчики сладкие слева блинчики не сладкие справа кип это почем он кип вот тут вот эта цифра на какой курс у нее лаус кий кип сейчас скажу так спрашиваешь как будто я помню тем более курс мог измениться лаус кий кип уууууь 0,0024 украинская гривна. То есть 1 гривна это 400 кип. Вот тебе курс. Получается блинчики по 40 гривен. 10 килокип это 25 гривен. 10 местных тысяч? Да, то есть по 40, по 50 в среднем получается блинчик. Если посмотреть по этой модели. Да, полтора бакса в среднем. Вот то, с чего я постоянно иронизировал в Азии. Агротуризм. Приходи и научись выращивать рис. Эй, европеец, хочешь научиться выращивать рис? Заплати 100 баксов и мы научим тебя сажать рис. Да, 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 на нашем поле. Да, да, да. Потом вы его собираете продавать. Европеец, приходи сажать рис. Агротуризм. Connecting people. Я считаю, что нам тоже нужно такое что-то замутить для гостей из Центральной и Западной Европы. Агротуризм. Приезжай на картошечку. Тоже инициатива в местных школах. И мы ходили. Помоги юным студентам ЛАО попрактиковать английский. Каждый день. Кроме праздников. 100 баксов. А, нет, 12 баксов. То есть ты ходишь учить студентов английскому и что делаешь? Правильно, платишь за это деньги. Да, Илья. По-моему, кстати, Лиз до меня подняла руку. Ну, ладно, нет. Просто, прости, у меня в голове другая возникла идея, помимо картошечки. Блин, так интересно. Начал вот другая идея, кроме картошечки, и пропал. Блин, заинтриговал, и все. Ладно, я пока Лиз включу. Говорим. Да, спасибо. Кстати, об агротуризму в Италии тоже есть такое понятие. Однако у них это совершенно другое. Это просто тупо какой-нибудь отельчик в сельской местности. То есть там нет вот этого. Мы тебя научим за твои же бабки впахивать на ферме. Но итальянцы не шарят. А вот тут видишь, ты ходишь в языковую школу, учить детей английскому. Ну, да, да, тут включен ланч. Вегетарианец, нет проблем, просто скажите нам. Хотя на самом деле тут написано, что взнос не обязательен. Это не необходимо, если у вас небольшой бюджет. Ну, как сказать, в церкви тоже не обязательно платить. Да, ты прав. Мне просто очень нравится этот уровень предприимчивости. Хочешь посопать рис на лауском поле? Пожалуйста, за твои деньги. Хочешь поучить наших детей английскому? Пожалуйста, за твои же деньги. Я как-то в лао выяснял, даже было интересно, сколько стоит поволонтерить со слонами, покидать говно. 200 баксов. Ты платишь 200 баксов и кидаешь говно за слонами. Офигенный экспириенс. А вы открытый урок-то бесплатно хотя бы проверили или с вас тоже деньги содрали? Не, бесплатно, бесплатно. Это абсолютно, это просто мы с вами сконнектились, с вами договорились. Все, не, это аж не аттракцион туристический был, а просто школа, в которую просто написали. А вот это утренний рынок. Снайт-маркет для туристов, смузики, блинчики, фонарики. А это утренний рынок, на котором местные фермеры продают... Дары Меконга. Запашок тот еще, но зато какая рыба, какая рыба. Нагин, нагин, нагин. Ананас. Как у нас картошка, там ананас. Это уже храмовые штуки продают подношением. Ага. У меня такой вопрос по поводу вот ананаса. Сильно отличается. То есть я знаю, что некоторые фрукты отличаются на месте от тех, которые довозят. Потому что они зреют в дороге, и иногда некоторые сорта просто не доезжают. Есть ли разница в ананасах, например? Слаще. Сильно? Я не то, чтобы много брал ананасы у нас. Я не люблю брать ананасы. Потому что у ананаса есть один прикол. Его задолбешься чистить. А там он прям чистится вот с этого легко? Нет. Его также задолбишься чистить. Поэтому я и в Азии тоже не осознавал ананасы. Ну, на самом деле, если спелый ананас, его достаточно просто чистить. Ну, по моему опыту. А глазки ему выковыривать? Ты знаешь, я просто его пластом, несколько пластов сначала счищаю кожуру ножом. А потом беру вот это полностью счищенное и ровно там, короче, дольками режу. Как знаешь, вырезаешь дольками грушу, а сердцевину оставляешь. Так ананас. Понял. Ну, я ленивая жопа. Я не очень люблю фрукты и овощи, с которыми нужно долго возюкаться. Если можно, рядышком купить уже почищенный, поеданный. Это я фотку кидал в каналчик, кто канал читает, помнит, да? Загадка, куда идут монахи. В компьютерный клуб. Меконг, компьютер-центр. Возможно, они идут катать в дотку. Или в КС. Или в третьих героев. Один буддоведает, как говорится. Рыба. Рыба, запеченная бананом в листе. С лемонграссом, лаврушечкой и прочими специями. Коктейль-коммунист. Вот, проявление коммунизма в Лаосе. Served as cold as mother Russia. Blood. Вот это вот жареный бамбук. И просто божественная выпечка. Да, кстати, в Лаосе тоже есть традиция вечернего дневного чаепия. Есть много еще чаевочных и English tea, five o'clock. Чем знаменит этот ларек в этом ларьке? Просто ларек на набережной покупал кокос сам Обама. Не знаю, встал ли он там в подъездах, об этом историю умалчивает. Но кокосик там покупал. С тех пор этот ларек очень знаменит. В Лаосе приезжал Обама. Извиняться, кстати. Ну, там была программа. Американские лидеры приезжали в Лаосе. И в том числе толкали разные речи. В том числе извинялись за вот то говно, которое их страна натворила во время гьетнамско-американской войны. Снова виды на пробанку. Просто дверная ручка. Красивая. Мне понравилось. Это кафешки. Во второй визит в Лао у меня уже было достаточно денег, чтобы ходить по кафешкам. Королевский театр балета. Это историческое здание. Дом какой-то зажиточной семьи, который сохранился из XIX века. Дом-музей. Традиционно. Дома на сваях, потому что в сезон дождей реки разливаются, реки поднимаются. И, конечно, это самое крутое место в пробанке для свадебных фотосессий. Это традиционная лаоская свадьба. Это внутри домик скромненько, очень скромненько. Алтарчики обязательно. Тут расписаны символы гостеприимства, что в лаоской культуре хозяин дома традиционно дарят разные вещи. Традиционно дарят гостям воду. Табак или сигарет в лаву. Кстати, очень много курят. У них много где плакаты. Курение это яд. Смоук хиллс. Курение убивает, потому что большая проблема. По-моему, это самая курящая страна Ювазии. И там реально смалят. Вода, табак, самогон и бетель. Бетель – это такой наркотик. То есть это растение такое. Его смешивают с гашеной известью, заворачивают пальмовый листик, и оно имеет такой легкий, как крепкий никотин. Я сказал, наркотик. Наркотики тоже бывают разные. Скорее, как жевательный табак. А, вот, собственно, рецепт бетеля. Орех. Орека. Листья бетеля. Лаймовый порошок. И зелесина какая-то. Одежка. Видимо, отец семейства был военный. Традиционный наряд домохозяйки. Форма для гостей. Кухня. Фото в Инстаграм. Сушеные водоросли с кунжутом и чем-то еще вкусно. Тоже лаоский специалитет. Настойки на всяком. Да, это самогон. Простите, лечебные настойки. Сами местные такие, такое уже, наверное, лет 200, как не пьют. Но туристам почему бы не продать. А, вот этот лао-лао вискарик. 50 оборотов. Ага. Они не пьют или не лечатся? Если это самогон, они это как лечебное не принимают или вообще не пьют? И все равно там оно нарисовано, или это реально настойно на змее? Это не нарисовано, это внутри. Это не нарисовано на бутылке, это внутри бутылки. Это реально настойки, на ганючки, да, на скорпиончики. Но я думаю, бабушки в селах все еще таким лечат. Почему бы и нет? У нас в селах тоже еще и не таким лечат. Ага. Смешная штука насчет оборотов. Ты же знаешь, да, прикол насчет об? Нет, наверное, нет. Ну, насколько я знаю, на пиве писали вот это вот там 7,5 об. И люди начали думать, что это за об, и кто-то однажды придумал, что это некие мистические обороты, которые применяются при переулке пива. На самом деле нихрена подобного, это просто объемные проценты. Ага. Понял, теперь знаю. Спасибо. Это же обороты кино, обороты, обороты, какие-то обороты. Ну, так принято. А это водопадку Анкси уже в сезон дождей. Тоже, тот же красивый бирюзовый водопад, просто другой сезон. В другой сезон свет у него тоже другой. Это разлился. Ты поднимаешься наверх, уже попадем. Та-дам! Разлив. Менее красивая, зато больше воды, чтобы покупаться. Да, вы видите, здесь вы видите, насколько теплая водичка в горном водопаде. На моем лице прям написана температура этой водички. Зато весело. Медвед. Медвед ест бамбук. Рисовые поля. Фотка на фоне рисовых полей. Просто попростная фотка в шине, кажется. А это я прихожу на парковку, значит, за своим мопедом, а у меня на зеркале вот такое сидит. И на меня еще лапка эта. Ты дышь, ты дышь. Типа, что ты вообще? Уходи. Моё. Стремная штука. Смотри, мажутся эти бегомолы. Просылочные дороги лау. В среднем уровень, в среднем качество дорог по стране такое, местами очень такое, но есть неплохие. Буйволы. Ты едешь, а там просто буйволы пасутся. Речные. Еще рисовые поля. Вот то, о чем я говорил, сауна. Традиционная сауна. 20 килоким, то есть 50 гривен. За целых 50 гривен ты идешь в офигительную парилку на целебных травах. Анлин, зеленый чай, бесплатно. за дополнительную плату тебе еще делают массажик. За 80 килоким это получается 200 гривен полтора часа. 200 гривен полтора часа массажа. Сейчас буду плакать. У нас таких цен нет. Вот внутри эта сауна обычная сельская сауна, очень простенькая, без изысков, не столичная, в столице по контурии. Две парилки, мои ежо, заходишь, сидишь, паришься, выходишь, чайком охлаждаешься, охладился, идешь, снова паришься. Она в каком-то таком диком переулке еще, эта сауна. То есть, если не знаешь, хрен найдешь. Вот он, вот этот лау-лау, легендарный. Я не знаю, чем он такого, но самогонка крепкая, сладенькая. Кофеек. Вот этот праздник в честь лодочных гонок. И за неделю, там первые пару дней это просто прогоны тренировки, а потом соревнования. Куча-куча-куча лодок, куча народу. Это тренируются просто. Они там еще с какими-то кричалками на местном, задорными, греби, маленький самовар лауса. Маленький. Чиби-самовар. Это переправа. На некоторые части города проще доплыть, чем дойти. Потому что, если ты хочешь по земле, то нужно дофига делать крюк, объезжать, через мост, а так ты сел на вот такую вот, я не знаю, как это назвать, такую инженерную конструкцию джонку 21-я кондиционер. И переплываешь на другой берег, и там пафс, наваляешься на подувках, пьешь чай. Да. Это похоже на распиленную пополам канистру. Возможно, это распиленная пополам канистру. Ну, бочка какая-то, что-то такое. Натуральный зеленый чай, золотой черный чай. Ага. Ну, я когда эту этикетку увидела, сразу вспомнилась реклама в нашем драгоценном Харьковском метро. какой-то маркет типа Евы, что-то такое. В общем, блеск для губ матовый. У меня тоже шаблон порвался с треском. Блеск матовый. Я очень долго думала над этим феноменом. хорошо. Блеск матовый. Зеленый и черный чай. Да, это очень-очень-очень-очень дорогой, очень дорогой, очень редкий, очень ценный продукт. Хрэйка. Большой революнитет, между прочим. Китайская. Ага. Причем, судя по надписи, они его заваривают и пьют. Да. Заметил. Да. Они ее заваривают и пьют. Слушай, я сам не заметил. Боя уж. В Лаосе есть некоторое количество, в Лаосе, в Прабанке есть некоторое количество кур и петухов, но их далеко не отпускают. Типа, гулять гуляй, а дерево далеко не отходи. Вот сами гонки. И там вся набережная превращается в такой огромный рынок слэш карнавал, слэш закусочную, где что-то жарится, парится, что-то продают, дети с буделками бегают. А это кино показывают, да. Купил тематическую футболочку. Это вы уже видимо. Воробьи. Купи воробья на удачу. В смысле купил и выпустил на удачу. Камеры устанавливают, чтобы прямо над рекой снимать с лучших ракурсов. И крутое мероприятие. Я раз сюда попал в честь этих гонок. Пол города превращается в рынок. Большинство улиц превращается тупо в рынок. Рыба по шарикам. Популярная штука. В многих городах видел стрельбанку с душным шариком. команда в желтых купольниках. Сувенирка. Но как же шумно в эти дни. О, как разжило набережной. Может показаться, что у него четыре руки. Три. Но нет. Армия освобождения Лауса. А, это не стреляют. Сорян, дротики кидают. вот эти вот отряды с оружием по улицам немножко противоречивые эмоции. Ага. Эмоции типа Джонни они на деревьях. Да, Джонни они везде. еда. 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 Бомбы, бомбы, бомбы. Там тематическая. Это йога-студия. Это йога-студия, при которой оборудовали вот такой вот музей и музей. Там много этих бомб и брошюрки на разных языках про обслуживающих войну. Что это была за война и как страна от нее пострадала. И все. Вот это я уплывал. Вот это вот транспорт, который везет из Лао в Таиланд. Ты два дня на этом плывешь. Два дня на лодке. Ночуешь, там есть прибрежный городок, специально для ночевки, состоящий чуть более чем полностью из гестхаусов. Ты утром садишься, до вечера плывешь, и это такая медитация. Там у тебя естественно никакого интернета, никакого вай-фая. Ты просто плывешь по Мекону. Плывешь по Мекону. В процессе там люди загружают на лодку всякое в багаж на лодку загружают. Это вообще можно выдержать, просто это по-моему выглядит как двое суток ехать в автобусе. Я как-то ехал двое суток из Стамбула в Тбилиси. в Тбилиси. Знаешь, мне понравилось. Я просто втыкал на реку, смотрел сериальчик, когда надоедало втыкать на реку, я на ногу накачал сериальчиков, смотрел Капитана Марвел, прикольно ты плывешь и на ходу к тебе пристраиваются лодки из деревень на ходу, то есть твоя лодка базовая скорость не сбавляет и к ней на ходу пристраивается другая лодка и люди просто перешагивают. То есть это как остановка села Кукуева, только лодка на остановку не заходит, а к ней пристраивается попутный транспорт. Пещерный храм Огромный, огромнейший, огромнейший мост, который тянется из Китая. Китай строит мост, Китай роет туннели, Китай пускает поезда, Китай очень хочет Лаос. Такое путешествие по Великой реке, там в селах где-то дети купаются там руками машут где-то рыбаки это вот движок лодки. Движок лодки обязательно освещенный в суберегу на случай если сломается. Если сломается вложить благовоние и окурить три раза. Движок, я не спец, но мне кажется, что это не лодочный движок. Вот есть у меня такое подозрение. вот это люди просто выходят. Наша остановка, выходим. Да, лодка при этом не останавливается, просто к ней подъезжает сбоку другая и народ выходит. Это понтовый круизный лайнер. Я плыл на обычной лодке, а есть понтовые круизные. Седушки комфортные, можно подремать. Буйволы на берегах пасутся. Народ там что-то стирает, что-то купается. наблюдение за сельской глубинкой Лауса с борта лодки. Вот это собственно городок, который для ночевки. Я в нем ночевал, утром просыпаюсь, что-то где-то гудит. Что-то где-то гудит. фотка, наверное, а, нет, а гудит, что гудит напротив слоновий парк. Вот это ограда, сетка. И напротив слоновий парк утром в реке купают слонов. То есть ты просыпаешься и под окнами в реке купают слонов. Эгэгэй. Я где-то этих слонов, кажется, фоткал, но это не точно. Все. Это уже а я просто некоторые фотки чуть-чуть подтягивал под цветокоррекции, поэтому их позже кинуло. да. Да. Вот. Я на этой лодочке приплыл к границе Таиланда, переночевал в каких-то гребенях абсолютных и утречком уже на автобусе и в не менее прекрасный тайский город Чармай. Вот. Как-то так. Вот вам Лаос. Поднимайте руки, если что буду включать и через 5 минут буду уже закругляться. Я выключу. Да, вижу, всех вижу. Сейчас я отключу запись.